Раньше боллы было популярно, все боллы крутили, потом перешли все на лаглоки, что следующее будет. Мне кажется, снова будет типа back to old school, все будут просто закрытый гард фигачить и все. Всем привет, это подкаст «Это победа». Многие из вас жаловались, что в прошлый раз было слишком много Миши и слишком мало буквы «Р», поэтому мы исправляемся сегодня. У нас в гостях Маг Матеев. Привет! И, как вы понимаете, с Магой мы можем поговорить только об одном. Ну ладно, не только об одном, а о многом, но начнем мы с одного. Мага, почему ноги, Мага? Слушай, а можно вопрос о победе, потому что Панков и беда? Да, да. А теперь Мобеда получается. Мобеда. Получается Мопеда. Да, ребят, чтобы вы понимали, Панков где-то прогуливает наш подкаст. Возможно, тренируется, пока мы тут халявим, но мы сомневаемся в этом. Либо в жральне. Либо в жральне, да, Панков, потому что только жрет и тренируется. И все. И записывает какие-то обучалки, какие-то семинары ездит дает, но это никому не нужно. Так, а вот обучалки не трогать. Обучалки Мага любит. Да. В общем, этот подкаст – это Мобеда. Мопеда. Мопеда. Так себе название. Так давай, Мага, почему ноги? Расскажи людям. А маленькое превью для тех, кто, наверное, не знаком с Магой. Мага любит делать болевые на ноги. И дальше он сам пусть отвечает на все поставленные вопросы. Почему ноги, Мага? Почему не игнорировать 50% человеческого тела? Ну, это было изначально заложено моим первым тренером Алексеем Милковым. Где-то еще 2009-2008, наверное, год даже. Мизозой еще тот самый, о котором он любит говорить. Когда большинство слушателей еще даже не родилось? Или как минимум не занималось? Ну, я, честно говоря, в то время, когда я занимался, я вообще не знал, что кто-то занимается. Для меня это было большим открытием, что, оказывается, есть клуб в Москве, которому можно заниматься грэмплингом. Ну, это даже не БЖЖ было. Подкаст не о БЖЖ? БЖЖ не было вообще. Ну, это даже такое понятие не было. Был грэмплинг. И вот я о нем узнал, я в группе ВК. Я помню, я сначала вообще не знал, что это называется. Ну, этот вид борьбы он как-то называется. Я думал, ну, типа, если... Ну, вообще, изначально я начал заниматься ММА. Вот. Там была борьба с болевыми, короче. А потом я узнал, что, оказывается, есть отдельный вид спорта, где просто борьба с болевыми удушающими, короче. Длинный, да? Это я узнал в группе Бэйбисправил. Вот. Я там наткнулся на... Я помню, на, типа, досье Мирка Крокопа. И там, типа, значилось... Я что-то читал послужной список, там, победы какие-то там. И там значилось, типа, чемпион чего-то там по грэмплингу. Я такой думаю, что? Что это такое? Придумали какие-то слова сложные. Есть же, блин, боевое... Как там ты называл? Смешное единоборство с удушающими и болевыми. Да, смешное. Зачем какой-то глупый иностранный... Вечно мы пытаемся что-то заменить вот этим иностранным модным словечком. Нужно называть все как есть. Да, и потом я забил, типа, что такое грэплинг, я почитал. Потом я еще посмотрел, пошарил, смотрел. Нашел видео, старое видео Алистера Аверима, когда он боролся на чемпионате Европы. ADCC. Какой-то вообще бородатые тоже времена были. И я потом такой прикололся, думаю, нифига себе. Зачем мне заниматься ММА, короче, и отбивать себе голову до конца, когда можно просто, типа, заниматься грэмплингом и крутить там что-нибудь и душить. Короче, пока звучит, как будто у тебя была травма. Ты посмотрел ADCC, увидел пятки и такой... Нет, нет, я тогда не увидел. Я тогда увидел билетина. В ADCC не было пятки. Я тогда, на самом деле, когда изначально я начинал заниматься, я вообще ноги не делал. Я душил в основном, типа, сзади. Хорошо, что ты уточнил. Просто, ребят, ну душить и спереди можно. Ну, как бы... Ну, сзади. Я люблю сзади. Ну, мага любит сзади. Быть. Душить. Быть и душить. Быть и душить. Да, и... Да, и у меня тренер, короче, Алексей Милков, он и сейчас есть, я хотел сказать, был просто. Ну, как тренер он был. Вот. И он был давним знакомым Леонида Готовского. И я у него позанимался где-то год-два. Потом я уже услышал про этот грэплинг. Что-то начал, короче, как-то самообразовываться в этом направлении. И потом я говорю, блин, а чё ты, типа... Тебе уже пора, ты, типа, всё. А ты умеющий парень, типа. Профессионал. Ну, типа, нет, ну, ты, типа, уже с навыками. Надо, типа, в большой свет выходить. Я такой, чё? Вот здесь клуб в Москве. Я такой, да ну-на. И такой, оказывается, есть Леон. Ну, и всё, я посмотрел, зашёл на сайт Леона. Думаю, нифига, круто там. Я смотрю ещё сети, знаешь, там, всё расписано. Красиво картинки. Леоний красивый стоит с фотографиями. Да, да, да. Это в Крылатском, да? А? Крылатской тогда ещё. Да, на Осенней улице. Там по Татушке он был с длинными волосами, как у Самсона. Вот. Это всё, что было у него от Самсона. Вот. И я пошёл туда, начал там заниматься. Что касается болевых на ноги, опять же, мне, ну, со временем не показал их Алексей Милков. Ну, они были такие базовые, там, ахиллы и искусственные. Ну, понятно, да, ахиллы. Ну, скрутка там обычная была вообще, там. Я даже не помню, какой там замок ногами был. Мне кажется, классический, типа, даблал сайт наши. Мне кажется, его не было. Ты просто брал, типа, пятку и крутил, а народ не знал, что можно выходить и сдавался. Не-не, такого колхоза я не исполнял, как на самбо. Можно на соревнованиях увидеть, там, ой, такие вообще, там, вальтовые такие позы, короче. Ты смотри, потом извиняться будешь на камеру перед самбистами уважаемыми. Ну, я даже не знаю, что тебе на это ответить, честно говоря. Но если у вас есть проблемы с магой, он готов с вами выскочить один на один, только с ногами правила. И вы там будете ему предъявлять. Документы. Документы. Вот. И как-то, ну, все, и оттуда пошли, эта тема с ногами. Потом меня научил их, там, более-менее продвинул. Потатушкин, потом был еще Александр Орлов, он из самбо тоже был. Тоже мы с ним набарывались, там, в Льоне. Ну, такие базовые такие вещи, там, обратная скрутка, обычная скрутка, там, или замок, там, ногами, внутренний, внешний, там, вот. И вот как-то я потом начал самообразовываться, у меня был новый профессор, его звали Ютуб, вот. И я, как бы, все, что... Мне кажется, я знаком с ним, ну, поверхностно довольно, но... Ну, мне кажется, все знакомы, особенно вот последнее время. Сейчас еще появился доцент этих борцовских наук Инстаграм, вот, там сейчас тоже появились очень много контента интересного. Я пожал твой рук, но мы далеко не сидим, неудобно. И большая штука еще. Хай-фай просто на расстоянии. Держи, держи пятку. Держи пятку. Вот, и, короче, я потом я себе как-то поставил, типа, такой подумал, блин, прикольно было бы научиться пятки делать, потому что я когда их делал, ну, на ноги, я заметил, что люди вообще как-то, ну, сдаются так быстро, а мы же, типа, занимаемся, чтобы эффективно и быстро закончить свадку. И красиво. Да, да, да. Чтобы хайлайт потом нарезать и в Инстаграм выложить. Это не как сейчас, только напал и борется, там, типа, сделать одиннадцатип. Да, фифти-фифти, вот это там, вкрутиться. Там, шматриксы и так далее. Какие-то там вормгарды, где ты просто заправляешь чмор гарды какие-то. Лапелы и сидишь, ничего не делаешь, а в конце свипуешь, пытаешься, тебе дают адвантаж. И типа это тоже считается круто. И ты выиграл, да, потому что, ребят, вормгард, типа, ну, это сложно. А забрать спину с вормгарда, это вообще нереально. Ну, никогда такого не видел нигде. То есть раньше мы смотрели, ждали сабмиссион, сейчас мы сидим и ждем, типа, ну, фифти-фифти и вставят по очереди. Да, а если кто-то выиграл, типа, там, спину забрал, вау, черт, вот оно финишировало красиво, типа. То есть забрать спину, то финиш, это же ужасно. Но близко, близко. Это ужасно. Ну, сабмиссион это красиво, я не спорю. Я не знаю, почему люди начали отходить от сабмиссионов. Ну, потому что смысл соревнований все-таки выиграть, и если ты смотришь на это как на спорт, твоя задача не красиво выиграть, а выиграть. Если ты вот спортсмен, ты это делаешь не для хайлайтов, а ты это делаешь даже для результата. Нет, ты делаешь, что, в первую очередь, для себя. Все люди разные? Ну, мы не говорим сейчас про тебя. Я вот для себя это делаю. Ты для кого-то, что ли, за кого-то занимаешься? То есть ты для себя занимаешься? Ну, я маме обещал, что не умру жирным. Пока не выходит. А я сдержал свое слово. Потому что не ум... Да, кстати, маленькое превью, флешбеки и так далее. С магой я познакомился на беговой в прекрасном зале на бывшей овощебазе, или что это было, что-то такое. Был зал Леон, и там мага тренировался. У него вот была большая страшная нашивка стрела на спине. Там такой еще страшный череп пронзается стрелой. Вот. И весил он килограмм сто, сто десять. Сколько ты весил тогда, мага? За соточку. За соточку весил. А я тогда соточку не весил, как, в принципе, сейчас. И вот ходил большой страшный магомед. Ну, вы представьте, да, я там синий пояс только получил, а там ходит магомед, который разговаривает почему-то только с тренером, со всеми остальными особо не общается. А еще он борется хорошо, быстро, и душит меня. И, короче, было стрёмно. Вот. А теперь мага сбросил. Теперь мага семьдесят семь. И теперь мне все равно страшно. То есть, прикиньте, вы боретесь, а он пятку твою схватил. Все. Ничего не изменилось. Только вес. Я, кстати, помню, на самом деле, я помню тот же момент. Ты тогда еще опоздал на тренировку, тебя еще Али обложил буями. Может такое быть похоже. Типа за то, что ты опоздал, ты будешь с магой бороться, типа. Я помню такое. Прикольно. Я, кстати, после схватки подумал, блин, этот парень, кстати, типа, ну, выглядит, типа, как няшка, а борется как, типа, ну, неплохо, короче, борется. Теперь я просто хуже выгляжу, а борюсь так же. Не, борешься ты хуже тоже. Спасибо. Тогда мне было тяжело. Это ты просто стал круче. Не, не, я просто реально так подумал, блин, нифига себе, чувак, типа, такой. Ну, я просто реально думал, что я быстро расправлюсь, а то, ну, я помню, что очень долго там что-то мурыжу у тебя. И в самом конце я что-то там смог задушить. У меня есть прекрасная история с Леона, которую я всюду пытаюсь рассказать. В общем, приходит парень как-то на тренировку, начинаем мы что-то бегать, разминаться, и так выходит, что он постоянно хихикает. Ну, вот как даун реально. То есть мы что-то делаем, там, показывают технику, а чувак сидит, хихикает, куда-то смотрит и так далее. Отрабатывали мы треугольники просто из закрытого гарда, что-то такое. Ну, в общем, чувак хихикает, хихоньки-хахоньки, что-то все постоянно, короче, какая-то хрень делает. И в конце самой тренировки, вот, он полтора часа, типа, отпахал, начинается борьба, и он говорит, типа, странный у вас тайский бокс, ребята. И все такие, что? Это, короче, чувак перепутал расписание и пришел на тайский бокс, который был на соседнем ковре, и не догадался, что вот грэмплинг, которым мы занимаемся, потому что мы были в шортиках, красивых рашгардах, это не тайский бокс. Ну, потому что вы это клинчем занимаетесь? Да, какой-то типа advanced уровень просто. Не догадался парень. Ну, землян пухом, что могу сказать. Да, не думаю, что он добился успеха в этом поприще. Хотя и в любом, наверное, если ты путаешь грэмплинг. Этого парня звали Альберт Эйнштейн. Вот, ну, опять же, касаемо... Ну, давай вернемся к ногам. К ногам. Все дороги ведут к ногам. Вот. Ну, короче, все сводится к тому, что я увидел, что они эффективны, и люди почему-то их там опасаются. Вот. И я как бы их начал научить, точить там, и до сих пор это делаю, но уже комбинирую с чем-то там и так далее, развивается. Ну, и плюс, как показало время, сейчас как бы лэглокеры... Стильно, модно, молодежно. Да, это стильно, модно, молодежно, и сейчас это прям движение очень круто набирает обороты. Современные, типа, самураи такие там, которые, типа, идут в размер на ноги, там, все дела, там. Ну, типа, пау-пау. Ну, мне интересно, вот, раньше боллы было популярно, все боллы крутили, потом перешли все на лэглоки, что следующее будет? Мне кажется, снова будет, типа, back to old school, все будут просто закрытый гард фигачить, и все. Ну, да, потому что появились, были боллы, а сейчас это как бы... Ну, а сделать болл, там, ну, хорошему чуваку, который делает болевые на ноги, это... Ну, понятно, да, что все учатся, готовятся к этому. Такой режим, скользящий по лезвию. В общем, ноги, это модно, стильно, молодежно. Готовьтесь. И эффективно. Вот, к сожалению, или к счастью. Пока для меня, к счастью, для маги, к сожалению, их можно делать только с коричневых поясов по IBGF и без круток. Так что я пока временно защищен от этого всего. И я, в принципе, никогда особо не заморачивался из учения мног, к сожалению. Ну, я думаю, ты и вертоли будешь заморачиваться. Слушай, да, ну, у каждого свое, я не спорю. Типа, кому-то интересно, кому-то нет. Но в любом случае, мага, когда ведет тренировку, мне по кайфу. То есть ты себя чувствуешь таким белым поясом, который ничего не понимает, что происходит, куда толкать, что тянуть. И все. Я вот вообще не понимаю это восприятие людей. Типа, что куда толкать, что тянуть. А как вот вы с руками, с головой? Привычнее. Я привык каким-то своим там, условно. То есть там показывают какой-нибудь свип. И ты его уже где-то видел. Скорее всего, этот свип где-то видел. Может быть, в другом исполнении. Может быть, без нюансов каких-то. Либо, наоборот, с дополнительными нюансами. Но ноги я почти нигде никогда не смотрел. И поэтому, когда мне показывают, там вот это, ноги скрутились, у меня есть простое правило. Я своими ногами пытаюсь скинуть ноги оппонента. Все. Это вот вся моя защита. Но там с Ахилла, ладно, я уйду. А со всего остального довольно проблематично будет. Самоуверен на заявление. Что с Ахилла я уйду? Да. Возможно. Возможно. Согласен. А, сегодня же понедельник, да? Да. Ну, в среду ты же придешь? Конечно, приду. Ну, там кимоно, у меня там побольше шансов. Мне еще ноги не нравятся, потому что ноги популярнее в науги. А мне больше нравится в пижамках обниматься. В пижамках как-то веселее. Ну, слушай, не знаю. Посмотрели чемпионат мира, там, или какие-нибудь крупные соревнования, очень много. Я думаю, по черным поясам ребят, которые... Ну, даже крутые вот ребята, там, выигрывают чисто, ну, лэгглоками. Не, я не говорю, что это плохо. Просто внешне... Я не говорю, что ты говоришь, что это плохо. Я тебе просто говорю, обратите на это внимание. Что очень много, как бы, лэгглокеров в среде черных поясов, там, и топовых. Ну, просто если вот взять картинку, представить лэгглокер, я представлю себе чувака в каком-то рашгарде, раскрашенном в разные цвета, в странных штанишках. Вот. И обязательно у него должны быть какие-нибудь дреды, либо супердлинные руки, что-нибудь такое. Какой-то такой вайп у меня. Какие-то такие ассоциации появляются. Да, очень интересно. Я очень подхожу под это, конечно. Это десятая планета. Все, десятая планета оставила впечатление, сформировала, и оно осталось. Так все лэгглокеры, типа, курят травку, слушают Эдди Браво и думают, что Земля плоская. Как бы... Можно проверить? Мага, Земля плоская? Да ученые еще не определились. Ну, короче, видите, лэгглокер. Сразу понятно, что с него взять. Так, ладно. Ну, вот я ничего не знаю про лэгглоки. Сейчас, наверное, популярнее стало. И как ты учил? Как ты добивался результативности? Ну, я вот как раз, да, я рассказывал. Был момент, я решил заморочиться с этими ногами. Я сейчас вспоминаю просто, вот кого я в то время смотрел, вот именно кто на ноги там работал на EDC. Ну, сейчас так, честно говоря, я даже не вспомню. А, ну, это Монари Масакасу мне нравилось. Но он с EDC никак не связан был. Там тот же Шинья Аоке. Потом со временем там появился Пальярес, Рузимар. Или Гузимар, я не знаю, как там правильно. Дожди, а ты смотрел обучалки или просто их сварки? Да, у меня был момент, короче, я решил год чисто только ноги делать. Прикольно. Только ноги. У меня тоже так бывает. Типа, я выбираю что-то, я не знаю, там, условно я учу Color and Sleeve. И я такой, все, ближайшие полгода я играю только его. И, типа, через неделю я выбираю новую технику, которую я буду играть. А я бы прямо на го заморочился, и я просто видел, что это очень эффективно, и что люди вообще не умеют защищаться, и не знают, что делать с этим. Ну да, это самая коварная техника. Если ты никогда не видел, то, наверное... Да, это удивительно на самом деле, потому что, ну, как бы YouTube доступен для всех, а почему-то, ну, только я там лазил, шарился там, смотрел все эти обучалки в интернете, искал там. Ну, не только ты, но, я думаю, кто-то еще в этот момент пытался практичесировать. я в России мало знаю, кто так вот ходил, там, искал, и так далее. Я просто сразу вспоминаю ребят из Краснодара, которые ездили в Десятую планету, не знаю, сколько там учились, но это был прикольный, прикольный опыт, что ребята захотели выучить, взяли, собрали денег, поехали в топовую академию, где любят логлоки, и учились. Ну, они все-таки, Макс и Никита, ну, они последний год-два появились, я все-таки имел в виду про более олдовых, там, логлокеров, там, например, Федя Куприченков, вот, я думаю, у многих там олдовых ребят сразу вот эта фамилия вспоминается, там, парень в свое время Шороху наводил в Москве, да и на России Десятой, я помню, тоже, такая колоритная очень личность была, вот, там, еще, ну, из олдовых, я вот, ну, Леня делал всегда логлоки, а Шамсудин, ну, в многих залах, просто, я знаю, не очень котируют ноги делать, ну, потому что тренера их не имеют делать, ну, это же травмоопасно, ты же должен согласиться с этим, все травмоопасно, можно выйти, и он сейчас на улицу, зимой, но, делая, занимаясь борьбой, у тебя повышаются шансы, а делая ноги в борьбе, у тебя еще повышаются шансы, особенно, если это белый пояс, который, знаешь, крутится, вертится, ну, а хорошо, а если мне на амбар поймали, я не могу травмироваться, если у меня там дебил будет делать какой-то, ну, если дебил, то он тебя либо сломает руку, либо там ребро тебе сломает, либо там колено тебе сломает, там, однофущественно, ну, я тут не поспорю, с дебилом вообще все, что угодно может произойти, жизнь у тебя поломает, ладно, я вот, я белый пояс, я решил, что я хочу, синий пояс, без разницы, я решил, фиолетовый, коричневый, черный, я решил, что я хочу научиться делать лог-логи, куда мне пойти в Москве? Ко мне. Шоточку за рекламу закинь. Ладно, помимо маги, существуют, наверное, еще какие-то залы и люди. Да, конечно. Например? Ну, к Готовскому Леониду. Леоне, так, еще. Шамсудин Магомедов. Так. К залееву можете пойти, там, спокойно вообще тоже, покрутить ноги, там, вообще только за. Вот. Я не знаю, как сейчас, конечно, но раньше я знаю, что там ребята, вот где тебе никогда ничего не скажут, ни слова, это там, это, как, знаешь, вот есть, типа, профессиональный ринг, где боксеры дерутся, там, и так далее, а есть подвальные помещения, где... Бои без правил. Да. Где первое правило, это не ко мне рассказывать, что вы хотите пятки. там вот типа того, да, да, там все жесткое, суровое было, я помню. вот. Ну, в общем, список мог бы быть длиннее, но, к сожалению, никто не закинул мне денег на рекламу. Ну, у меня вот голову, вот первые вот эти три, если мы грэплинг обсуждаем, там, да, вот эти фамилии, я сейчас вспоминаю еще, кто может быть. Да, мне кажется, я еще вот начал Илья Сулейманов, насколько я знаю, там тоже интегрировать, leg lock game. У нас еще тоже, извините, что перебил, у нас там вообще, помню, у меня Алексей Харченко тоже вот по ногам. Да, Леша очень жестоко делает ноги, я там за схватку стучу раз 15, наверное, он еще быстро это делает, жук. И еще кричит. И кричит, я не буду делать ноги, а потом ты суешь ногу, он автомат это делает. И ты такой, боже мой, почему? Да, извини тебе, пожалуйста. Почему у нас можно делать ноги? Я не сильно. Да не болеть же. На, держи ногу. Да пройдет же. Приложи подорожник. Так, ладно, смотри, получается, ты все учил, условно не все, но много учил по интернету. Ну, процентов типа 60. Ну, пусть будет половина, ладно, половина. Половина. Как половина человеческого тела, которое нельзя игнорировать. Да. Мы поняли отсылочки. И насколько ты считаешь, что это нормальная тема для новичков? Обучение по Ютубу? Ну, по любому, да, по интернету. Не обязательно же Ютуб. Ну, я думаю, что, блин, сложно сказать. Все зависит от новичка. Новички же разные бывают. Новичок может быть вообще полный профанка в единоборствах. А если, может, какой-нибудь опытный чувак пришел, просто бразильская джиу-джитс. То есть, или как я, я начинал заниматься грэплингом, но я джиу-джитсу не занимался. То есть, я занимался там, не знаю, года 3-4 грэплингом, потом после этого начал заниматься джиу-джитсу. Я просто довольно много времени трачу на изучение всякой техники онлайн. Вот, у меня даже проплачены некоторые сайты, которые мне не платили за рекламу, поэтому я их не буду вспоминать, ну, кроме премиума. Понял, Леш. Понял, понял, насколько выгодно было премиум мне давать. Суть в том, что... Не Леша, а для тебя Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Давай, с уважением к старшему. Так вот, Леша, за премиум тебе спасибо. Ох, сука. Там много... Не уложает. Ну, в общем, что мне не нравится в этой идее, что белые пояса не понимают, у них нет никакой базы вообще понимания, что происходит, и они начинают смотреть все. Но это вот неправильно. И когда ты не понимаешь, там, условно, какие-то основные, типа гардов, что то, что ты делаешь, что будет делать твой оппонент, если ты делаешь это, ты начинаешь смотреть все, пытаться это всунуть, и это все как-то смотрится глупо, сумбурно, а ты еще и прогуливаешь тренировки, потому что тебе кажется, что на ютюбе ты научишься. Вот. У меня есть хороший очень друг, который очень много смотрит интернета. Мне кажется, все его техники, почти 90%, наверное, из интернета. Вот. Но он наоборот... А ты его, типа, не специально не называешь? Да, специально не называю. Это Волан-де-Морт? Это Волан-де-Морт. Серьезно, а кто это? Это Паша Барзунов. Кто? Вот, понял. Его никто не знает, чертов, но он им... Красивый? Ну, смотря для кого. Я думаю, в Риберо его пустили, в Кришненце Старо, простите. Вот. Паша реально много техник смотрит в интернете, и это мог бы быть плохой пример, как не надо делать, но он эти все техники обкатывает. То есть он не просто их посмотрел. Вот как раз мы подходим к тому, о чем я начал говорить. все нужно тестировать. Все зависит от человека. Если он как баклан, то ничего не поможет. Если это здравомыслящий парень, он, конечно, понимает, что нужно подойти к тренеру, спросить, что вы думаете по поводу этой техники. Задержаться после тренировки, отработать, не мешать во время того, когда тебе тренер показывает свою технику, которую он, видимо, запланировал зачем-то тебе показать. Ну, это уже вопрос эти этики. Больше, наверное. Ну, это, мне кажется, старший пояса себе только позволяет. И это еще, извините меня, это еще зависит от тренера. Если тренер какой-то новоиспеченный сиди-пояс, прости меня, то... Он вас уничтожит. Он, блин, скинешь мне ссылочку, тоже посмотрю. А черный пояс, он тебе объяснит, все растолкует, в моем понимании. Я идеалист в этом плане. Для меня это черный пояс типа профессор. Профессор? Который все знает. Ну, типа, не только все знает, но и понимает. Ну, да, у тебя же главное понимание, как это все работает на теле. Ну, не только даже понимание, как все работает, а понимание, как устроен мозг белого пояса. Я просто, знаешь, вижу ребят, которые ко мне иногда приходят на тренировки, они явно посмотрели вот эту какую-то болячку на Ютубе, и они даже не могут её объяснить, они не знают название, они просто, знаешь, типа, ну вот он как-то вот так вот, и я вот так вот, и типа он сдаётся. И ты понимаешь, что просто ребята потратили время своё на какую-то хрень, потому что это какая-то, знаешь, техника, которая довольно сложна в исполнении, требует каких-то там подготовительных, возможно, мер, и ребята не обращали внимания там ни на захваты, ни на позиции какие-то, они просто помнят, что это красивая болячка, удушка, и пытаются её повторить. И мне кажется... Это же прекрасно. Это бесполезно. Почему? Ну, потому что они кувыркаются и ничего не уходит. Должен быть какой-то в любом случае... Ну, они будут стремиться, и они смогут кувыркаться результативно. Через много... Ну, опять же, мы вот к вопросу, типа, что я учился по обучалкам, тоже там в своё время, ну, могу делать какие-то нереальные штуки там. И, знаешь, многие говорят, блин, да это какая-то хрень. Она в итоге потом прокатывает там, ну, на какой-то раз, и потом уже начинает ещё чаще и чаще прокатывать, короче, там, не знаю. Например, какой-нибудь... Гогоплата, я помню, в своё время это вот. Ну, выглядит сложно, да, первый раз. Меня просто недавно спрашивали, зачем ты это делаешь, если у тебя не выходит. Я такой, типа, в смысле, у меня по-другому не начнёт получаться, если я тысячу раз не зафейлю. Ну, конечно. Я про то, что если вы учите техники по интернету, подход должен быть системный. То есть, условно, вы выбираете какую-то позицию, какую-то болячку, берёте своего кореша, после тренировки берёте, отрабатываете на нём. Без сопротивления, с сопротивлением, с разных позиций. А когда вы это увидели в интернете, не разобрали ничего и пытаетесь как-то рандомно накинуть, А, ну, это, конечно, да. Это глупо. Я просто вспоминаю себя, когда я только начинал. Я тоже много смотрел всяких техник, я понимал, что нужно, ну, 3 часа... Точнее, не 3 часа, а 3 тренировки в неделю, там, или даже 5 тренировок в неделю, там, это всё равно недостаточно, там, нужно самообразовываться в этом направлении, искать какие-то... Ну, потом, со временем, у тебя уже мозг работает в том направлении, что ты уже на интуитивном уровне понимаешь, какая техника херобора, а какая, типа, нормальная штука, в принципе, просто надаёт наработать. Есть очень крутой загон от Лахлана, вот, наверное, многие из вас его знают. Он и так же произносит Лахлан, опозорился на всю Россию. — Баклан-Гиллес, Лаклан-Джиллес. — Да, очень сложное имя. У него спрашивали на семинаре по поводу отработки и подготовки старших поясов, да, то есть, условно, в реалиях Рашки большинство залов тренировки смежные, да, то есть старшие пояса тренируются вместе с младшими. — Да. — И это не всегда полезно как для первых, так и для вторых, да, потому что тебе хочется что-то сложное поотрабатывать, а тебе показывают какой-то самый стандартный уход, который ты делал уже тысячи раз, и ты эти все детали уже наизусть помнишь, вот. И он рассказывал загон, как раз, мне кажется, очень хорошо подходит под тему интернет-обучения, что ты должен что-то отрабатывать определенное. То есть, вот мы с Магой решили, что я хочу научиться делать пятки. И мы не просто, у нас свободная схватка, где я лезу на пятки, потому что, возможно, за всю схватку такой момент будет один, да, то есть, получается, там, условно, за 7 минут я отрабатывал технику 3 секунды, и то у меня не вышло, потому что я ничего не умею. Маг мне там скинул и раскатал. Мы берем с Магой и начинаем с пятки. То есть, он мне дает прям вот забрать пятку и пытается выйти. Я пытаюсь лайтово это доделать. И так мы делаем все 7 минут. То есть, получается, что я все 7 минут отрабатываю именно ту технику, которую хочу. Да, пятка, наверное, не очень хороший пример, потому что это уже прям финишер какой-то. Но, как минимум, мы отрабатываем... То есть, Маг вышел с пятки, мы отрабатываем заново. И так получается, что вот с такой отработкой я реально могу отработать технику реально на партнере, который что-то понимает и который сопротивляется, а не просто рандомно поделать без сопротивления на Маге, который лежит и плюет в потолок. Ну, это своего рода такая, типа, репетиция соревновательного эпизода. Да, это, мне кажется, это самое полезное, как могут... Ну, в принципе, так сейчас и работают, ну, даже и джинсеры, и все отрабатывают определенные эпизоды, там, какие-то... Я тебя понял. Ну, смотри, просто про загон, что Drillers Make the Killers, как правильно это произносится. Что? Ой. Ну, короче, про загон, про то, что тебе надо больше дрилить. Это же не совсем дрилл. То есть, дрилл, как правило, на не сопротивляющемся понятии, чтобы какую-то мышечную память набить. А так ты отрабатываешь именно позицию, и ты должен прям реально думать и оценивать, что у тебя пошло не так. Вот, мне кажется, это очень важный момент. Можно назвать это pressure drill. Ну, да, наверное, да. Прикольно, да? За патентой. Press drill. Press drill. Очень важно, когда ты сам пытаешься проанализировать, почему у тебя не выходит какая-то техника, да. Я просто помню отчетливый момент. На Reddit был какой-то пост, там черный пояс, и у него какая-то операция, бла-бла-бла. В общем, он просил скидывать ему схватки ваши, каких-то соревнований, и он вам будет расписывать, что вы сделали не так. Вот, я нашел какую-то старую схватку, потому что у меня ничего нового не было, потому что я халявил, не выступал. Этой схватке был год, да. И он мне первую деталь написал, которую я понял, наверное, три недели до этого. То есть, блин, если бы он мне год назад сказал, что я что-то делал не так, я бы намного более продуктивно этот год провел, потому что я не знал этой детали. А что это за деталь было? Я какой-то захват брал куда-то, куда-то совсем не так. Я уже плохо помню, но знаешь, иногда ты условно в каком-то гарде ногу не туда ставишь, и гард не работает. Я такой, да это фуфло, почему это вообще так назвали? А если какая-то маленькая, что-то ты не так понимал. Вот мне кажется, в таких позиционных спаррингах очень круто, что ты можешь сам проанализировать, попытаться понять, что не так. Потому что мы с тобой сами выбираем скорость. Понятное дело, что если я научусь делать пятки хорошо, да, ты вряд ли мне дашь сразу захват за пятку и будешь сопротивляться там в 10%. Да, мы с тобой будем на сотку ролиться. Но это уже будет через время. Вот пока мы до этого момента не дошли, и у меня будет шанс понять, что я сделал так. Да. И у тебя будет шанс понять, что ты сделал не так, потому что даже у меня вышло сделать тебе пятку. Боже мой, Ютуб, я готов, снимите меня по популярности. Беда сабмитит Матьева пяткой. В заголовке газет женщина падает к моим ногам. Как это было? Помнишь, что-то прикол недавно было? Ержан, проснись. Ты накурился. Да, что-то такое было. По-моему, ты обосрался. Возможно. Возможно. Вот. Ну, нечего даже тебе возразить. Типа, я согласен с тобой. Интернет рулит. Вообще, интернет – это, наверное, самое крутое достижение человечества за ближайшие сколько-то лет. Я думал подводить итоги, что есть интернет. Ну да, еще лет через 50-60 можно будет точно. У вас просто есть реально кладезнь информации, которую все используют, чтобы посмотреть на милых котиков и порнух. Потому что зачем он еще нужен? Да, ну да. Его инструмент нужно использовать с умом. Но мне кажется, еще многие ребята, белые пояса, они понимают, что мы все разные антропоморфно. То есть какие-то техники тебе подойдут, какие-то нет. Кому-то, возможно, придется потратить больше времени для того, чтобы добиться успехов в том, что у тебя там выходит сразу. Та же гибкость какая-то, она же тоже играет роль. Ну вот я тоже это периодически объясняю ребятам, когда какие-то техники показывают на занятиях или каких-нибудь в мастер-классах. Они начинают, а у меня там это не получается. По-моему, это херня какая-то. Ну типа я не могу выйти из этой позиции, этот уход у меня не работает. Ну и начинаешь объяснять ребятам, ну, к сожалению, мы все разные. У кого-то там с гибкостью все зашибись, у кого-то там, не знаю, силушка там богатырская, там кто-то там, не знаю, резкий, дерзкий, там, не знаю, быстрый. И все еще белые пояса думают, что они должны наизусть знать все техники и уметь, которые показывает тренер. К сожалению или к счастью, это не так. Да, любой набор техник, он ограничивается, вы не сможете все равно все знать, это просто физически невозможно. Ну и все-таки я еще всегда говорю, не надо делать строго, то есть, ну, основные принципы выполнения каких-то техник, но остальные, там, какие-то второстепенные, да, принципы, вы можете подпирать под себя, под свою атопометрию, скажем так, да, там, под свои показатели, какие-то характеристики, там, опять же, то, что я вижу, ну, 30 секунд назад перечислил. Аж шаку показал случайно. Это я не шаку показал. На автомате уже, через годы. Да. Говоришь про БЖЖ, пальцы складываются в шаку. Вот, поэтому, да, техники, на самом деле, ну, учить, ну, мне кажется, да, их невозможно учить, каждый день выходит, он даже, ну, сейчас мы говорим про Ютуб, на самом деле уже от Ютуба отходят все потихоньку, сейчас уже все в Инстаграм переходят. Ну, и платные сайты с кучей контент. Ну, и опять же, платные сайты, я их рекламирую через Инстаграм. Ну, например, там, давайте возьмем Брандомник Ниндзя, есть такой вот канал, очень прикольный, всем советую его. Мы это запикаем, потому что они не платили мне денег. Ну, зато люди поблагодарят, там, очень голодный контент. А, да. А я напишу номер Сберкарты внизу. А видно, что нет видео, чтобы благодарить. Ну, я просто, к примеру, хотел привести, что, вот, например, там чувак тоже выкладывает техники прикольные, а периодически он выкладывает еще, типа, еще какие-то мега-крутые техники. Вот, например, последний релиз у него был на тему Стимолог. Но он его называет Соклок. Коварно, коварно. Я бы посмотрел, я бы такой, боже мой, что это, я не знаю, надо узнать. Да, и очень красивый промо-ролик, там, такой, на эту тему, и все, я дальше, типа, перейти по ссылке, и стоит-то 50 батчей, короче. 50 батчей? 50 батчей за Соклок. Один урок? Или это сайт? Я думаю, что это какой-то, ну, типа, а-ля семинар. А-а. Или возьми, например, того же, там, Кит Дейла, там, да, Крейг Джонса. Ну, вот, Кит Дейла лучше взять, потому что с него, по-моему, фишка пошла. У него тоже есть сайт, интегрированный в Инстаграм, нажимаешь на него, переходишь, можешь покупать, там, лекции, не лекции, какие-то, там, мастер-классы, ну, вот. Мне чем нравятся платные сайты, что обычно там есть какая-то структура, да, то есть, если ты на Ютьюбе, ты решил выучить стимолог, ты наберешь стимолог и будешь смотреть просто от популярных вниз, да, в попытке найти детали, в попытке найти тренера, который не жует слова, медленно говорит, еще и на английском, подонок, как он, что он себе позволяет, вот. А на платных сайтах там обычно структурировано, то есть, условно, ты смотришь месяц, там идет месяц халфгарда, к примеру, да, соответственно, ты можешь как-то под это построить, под все свои остальные техники, а не рандомно тыкать. Ну, вот, под это смотри, я могу сказать, что, например, вот я недавно смотрел Polaris последний, Professional, вот этот турнир, там была реклама, короче, прикольная, там ребята рекламировали сайт свой, и они там сделали, знаешь, что, они структурировали известные такие системы, например, Kimura System, там, по-да-на-херу. Они ее там схематически отрисовали на сайте, и ты нажимаешь там, например, ну, там идет ответвление, ну, например, там базовый заход на Kimura Lock, Kimura Trap, и дальше какие возможны развития событий там схематично. Нажимаешь на схему, и там показывается, там, типа, переход. Красиво, красиво. Да, и да, сейчас у них, например, там, последний релиз был, там, типа, стратегия синего пояса. Неплохо. Да, сейчас готовится пурпурный, там, и дальнейший. А стратегия белого пояса на соревнованиях, вы делаете вход в две ноги, попадаете в закрытый гард, оппонент его не может, не может вас випануть, вы не можете... Вы ничего оба не можете. Да, вы ничего не можете, но у тебя-то два балла, либо хотя бы какая-то активность есть, вы просто пять минут лежите, и потом ты выигрываешь. А потом ты начинаешь, как в стиле Кочергина, давить локтями на ноги, чтобы они раскрылись. Ну, это коварная техника, секретная, ты зря рассказал ребятам. Она интуитивная. Интуитивная. Просто хочется сделать больно оппоненту, но поскольку из закрытого гарда очень мало, сколько я... Одну, наверное, какую-нибудь болячку вспомню реальную, и то она не очень реальная. Изи киль, что ли? Не, я подумал про бейсбол, когда, знаешь, берешь и прям проворачиваешься. Типа, спину отдавая, но при этом тоже... Да, где-то там сейчас чихает Айк, или что он делает, когда о нем вспоминает, что у него заряд. О, красивый прием, мне понравился. Да. Айк, у тебя... Нет, там сначала просто, я сначала подумал, чего он выложил эту штуку. Смотрю, там пацан делает сальтуху, думаю, ну и что здесь... Ну, типа, прикольно, но это же не Айк делает. А потом смотрю, чем закончил, думаю, нифига себе, вот это, типа, комбо. И тому пацану, типа, нормально, и Айку нужно. Потому что сабмишн, это круто, ребят. Вот, все. А что касается Ютуба, я хотел рассказать тоже пример, я в свое время, короче, решил заморочиться болевыми на кистью. Да, вот решил заморочиться. Я твою руку жал, как ты вообще мог такое делать? Я твою руку вообще-то ломал неоднократно. Не кистью, не было кистей там. Были кисти. Возможно, я подумаю. Я, короче, зашел на Ютуб и решил, посмотрю-ка я рис-локи, короче. Открываю, а там, ну, какая-то появилась функция на Ютубе, она тебе показывает, прям, сборник всех видео, короче, все, что есть. Там получилось 9 часов или там, я не знаю, что-то. В общем, если вы... Взгляд, я сейчас говорю, ну, там, ну, 5-6 часов рис-локов. Если решите слетать в Нью-Йорк, вы можете все это время потратить на просмотр рис-локов и прилететь просто полной мразью туда. Ну, да, я посмотрел, короче, это прикольно, мне понравилось, это прикольно. Если ты смотришь 9 часов рис-локов, тебе дают черный пояс по Айкидо? Что? Это отсылка сейчас была к Роидину? Ну, Айкидошники, мне кажется, любят рис-локи. Почему ты сейчас теперь от субъективного к частному уходишь? Ну, давай теперь, ты Роидина упомянул. Мне сейчас придется... От, извинись, субъективного, от частного к общему. На камеру придется извиняться? Я не знаю, а ты что, у тебя хочется извиниться за что-то? Пока не за что. Ну, я тоже так считаю. Или никто не знает, за что мне нужно извиняться. Не знаю, просто, мне кажется, Айкидоки любят в рис-локе, нет? Айкидо говно. Да. Как бы, БЖЖ, в принципе, тоже? Там, по-моему, ребята за стекло тоже хотели, такие, да-да. А это те с ножами? Да, да, с деревянными. Ну, Айкидоки сразу. Я просто занимался в свое время, до ММА занимался Айкидо месяц. Ну, месяц нормально. Ну, мне на больше не хватило. И как ты понял, что это не твое? Ну, я не потел там. Не потел, да. Да, мне это было очень странно. Зато у тебя был... А что, в чем они? Они в юбках занимаются, да? Нет, у меня этой чанды не было у меня. Юбки не было? Блин, ну, мне кажется, юбки было прикольно поролить. Ну, я вообще не понял, короче. Я просто... Ну, я понимаю, первостепенно мне непонятно было, почему всегда удары, типа, сверху вниз шли. У меня тоже нет ответа на этот вопрос. Да. Потом почему-то всегда там очень мне нравилось, типа, очень как-то по-сортирному пахло в этом зале, короче. Ну, знаешь, житель воздуха такой сортирный. Я не думаю, что Айкидо виновата. Ну, не знаю. Ну, я не хочу как-то связать, но просто вот мои личные ощущения, вот человек, который только вот, ну, не совсем на тот момент серьезно относился к спорту, я вот такой зашел и смотрю, такой запах противный, еще какие-то непонятные приемы, какие-то кувырки, какие-то деревянные ножи, юбки черные. Ну, это все было для меня дико, короче. Ты хотел слосин, коротенький шорт и крутить пятки. Да, это круто, свобода движения, перфорация. Про удары сверху я сразу вспомнил, на нашем великом профессоре в Ютубе есть прикольный канал, где ребята разоблачают фейковых черных поясов. Там, к сожалению, не так много видео, вот, но... Блин, поддержите, ребят, подписывайтесь на фейк Black Belts, это очень крутая страница. Вот, да. В общем, какие-то есть чуваки, которые решают, что они имеют право преподавать, несмотря на то, что у них нету черного пояса, либо любого какого-то другого по БЖЖ. И к ним приходят пацаны, которые реально тренируются и разносят их, задают им каверзные вопросы. Тычит этим всем в камеру и довольно прикольно смотреть. То есть на Ютубе можно не только учиться, но смотреть хрень про черных фейковых поясов, смотреть порнух, а на Ютубе нет порнухи. Только котики тогда, ребят, остаются. Котики и обучалки. Мне кажется, хорошее название для выпусков. Ну, опять же, обучалки, я говорю, сейчас уже, ну, опять же, я говорю, сейчас уже, ну, в Инстаграм все-то уходит. Сейчас уже появился Инстаграм ТВ. Подписывайтесь, собака Магомед, нижнее подчеркивание, мотив, или как правильно пишется? Или мотив Магомед, я не помню. Или мотив Магомед. У меня тоже сейчас... Ну, вы можете подписаться на меня, собака, это беда, и там в подписках найти магу. Да, кстати, можно анонс, да, сделать? Можно анонс сделать. Сейчас выйдет скоро серия обучалочек новых. Может быть. С Амиром Юлдашбаевым. Ты произнес правильно фамилию? Да. Мне нравится на соревнованиях, как себя произносят. Амир Юшпашбальвашбаев. И там где-то врата в ад открываются. Да, и вылезает башкирский сатана. Да. В общем, у Маги будут обучалки, вы их будете смотреть. Еще Манков там, подожди, но я же не закончил. Извини, ты просто молчал и смотришь на меня так, влюбленно. Ну, ты нет, неправда. Ты удивился, что я правильно произнес фамилию Юлдашбаев. Дважды? Да. Мне кажется, мировой рекорд. Можно Гиннесс вызывать. Гиннесс это пиво. А еще отдельное с братишкой Адиком Гусейным. Вот, сейчас надо все... Сколько ждать? Я не знаю. Но вы ждите. Не, ну с Адиком я обещал быстро. Братишки я сделаю быстро все. Все. Братишкам скидки и быстрые подгоны. Ну, Михалычу тоже. Не, я всем пацанам все быстро постараюсь сделать. Всем пацанам все быстро. Да, да, да. Особенно Миша помнит, как я долго... Почти месяц, наверное, или два, я что-то вообще... В моменте, знаешь, я слою вот это... Такой, знаешь, слою такую лень в плане вот этого монтажа, а не монтажа, все этого дерьмища, короче. Я вообще забил на это все Мишу все время. Но мне в этом плане понравился и Миша, он на меня не наседал, ничего там, знаешь, все очень аккуратненько. Забыл-забил. Не-не-не, он мне писал, но он очень аккуратно, знаешь, очень так... У него подход правильный в этом плане был. Ну, смотри, мы еще не озвучиваем дату, какая сегодня, поэтому никто не узнает, насколько ты затянул. Плюс пока мы там нарежем это аудио, еще время пройдет. Ну, люди знают, что это был понедельник. Мы говорим, что... А, да, это был какой-то понедельник, какого-то года, какого-то месяца. Вот. Ну, да. Был анонс. Это было лето. Это было до выборов. До выборов? Да. Так, а как ты зал выбирал, где тренироваться? Вот первый раз. Ну, вот к Айкидо не зашло, и ты такой, я хочу что-то более приземленное на земле что-нибудь. Или не было такого? Ну, я в тот момент, я типа еще смотрел бои, там, это было популярно, там, с Федором. С Федором. Ходором. Ходор. Ходор. Емелья Никса. Вот, короче, тогда, я помню, еще по РНТВ, ночью шли бои Прайд, там, и так далее. Я думаю, блин, прикольно было бы так, что типа. Мне кажется, по РНТВ ночью что-то другое показывают. Ну, X-Files, да. Но это сейчас. Или это, как это называлось? X. Ну, еще фильм, да, я обучающее, обучающее видео с Тинто Брасом. По окучиванию женщин. По окучиванию. Научился чему-то? Ну, или нет, только с мужиками. Но зал-то выбрал? Ну, слушай, зал, да не, я же тогда тебе вот рассказал. Я сначала занимался вот с Алексеем Милковым, а он потом порекомендовал. А попал к нему-то как? Просто мне сказали, вот у тебя чувак есть, который типа более-менее там болячки делает. То есть ты не гуглил ничего? Ничего не гуглил. А потом он мне сказал, типа, иди, вот тебе пора в большой свет. Ну, а в тот момент не было почти залов. А это сейчас, ну да, все поменялось. Не, правда, вот тогда я помню был, типа, Залеев был и Леон был. Еще, может, там, я не знаю, еще в Кабардино-Балкаре был клуб Аллигатор. Там топ-тим, может, еще был. Я не знаю, короче, там, не помню, что это было. Еще Мои Альянс. Вот, ну, типа, мне понравилось именно, что Леон тогда считался, как бы, ну, вот именно люди, которые пока, ну, преподают именно заграничные техники, не вот эти, самбо, вольные и так далее. То есть там это и присутствовало, но там именно и бразильская джужица, болевые, прикольные и так далее. Просто сейчас все попроще. Мне кажется, сейчас те, кто хотят начать, они просто гуглят и смотрят рядом то, что на Google либо Яндекс.Мэп влазит БЖЖ и идут туда. Да. Ну, потому что, наверное, в рамках Москвы, мы сейчас про Москву говорим, очень сложно и жалко тратить столько времени на то, чтобы доехать до зала, который подальше от вашего дома. Хотя кто-то ездит. Многие смотрят так, чтобы это было после работы, там, сразу шесть окончил. Ну, да, успевать по времени. Выскочил там, ну, да, в семь часов, например, да, там на метро. Добрался на метро, в принципе, там, в течение, там, сорока минут. В принципе, да, по Москве можно пересекать. Да, да. Я просто хотел, наверное, дать совет ребятам, кто только начинает заниматься. Не тусите нещадно в одном зале, сходите в несколько, посмотрите, где вам больше нравится атмосфера, тренер, потому что, как бы, вы за это платите деньги, вы на это тратите свое время, и, возможно, вам где-то больше понравится. Потому что, в любом случае, главное, на что вы ориентируетесь, это атмосфера. Потому что, если вы не будете получать кайф, вы никогда не получите свой черный пояс, который вам так хочется. Либо синий, какой вам там сейчас хочется. Какой-то же пояс хочется. Потому что, блин, нужно все по кайфу делать. Ты не сможешь 10 лет быть поломанным, чтобы у тебя вечно все болело, чтобы у тебя вечно ничего не выходило, если тебе это не приносит удовольствия. Ну, я вообще сторонник того, что надо ходить в разные залы. Я всегда ходил в разные залы. Я тоже ходил в много залов. Ну, и какое-то время я ходил в Леон, потому что больше ничего не было. А потом уже я начал ходить в разные залы. Ну, с синего или с пупурного пояса точно начал ходить. Ну, это прикольно. Да, но вы не забывайте, что пока вы белый пояс, вам нужно ставить базу. И очень сложно будет поставить себе какую-то базу, если вы постоянно ходите по разным залам, вам показывают разные техники и так далее. Ну, то есть год-два вы должны... В чем сложность нашего спорта? Ну, даже грэплинг и жужжицы, давайте вместе сюда брать. Очень сложный вход у нее. Ну, да, довольно высокий по рот к входу. Когда у тебя ничего не выходит, хотя ты уже занимаешься годом... Ну, у тебя, во-первых, ничего не выходит. Ты получаешь постоянно пизды. Это на моралку давит, короче. Потом ты смотришь на какие-то техники крутые. Ты понимаешь, что ты их нихера не можешь сделать. Ты их пробуешь, но... Тебе говорят, ты типа, ты что, тварь, делаешь? Делай закрытый гард. Да, 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 еще что-то. И травмы, нетравмы, там, сильные ребята. Ну, такие типа, да, ребята, действительно, целеустремленные в каком-то плане, да, которые хотят именно учиться искусству там и так далее. Вот, это вот единственное, что сложное. Но это, опять же, опять же, я думаю, связано с тем, что у нас пока нету какой-то именно понятия, понимания методики какой-то обучения. У нас все равно, по большей части, многие это самоучки. Ну, я думаю, многие заморачиваются просто. Или мало кто заморачивается, понимаешь, там, кто-то посмотрел, там, не знаю, там, какие-то техники, и он их показывает там. Хотя, на самом деле, надо подходить... Ну, действительно, если я думаю, что, типа, преподавание... Ну, если ты тренер, ты должен структурно подходить. Я думаю, что, типа, тренер, все, типа, ты, ну, все, что хочешь, показываешь. Нет, ну, структурировано. Показываешь три свои коронки, которые ты умеешь, а дальше такой, боже мой, что делал-то, непонятно. Ну, а дальше он там, купить премиум. Да, посмотришь на премиум, и на следующей тренировке покажешь сам. Все еще забывают, что ребята, которые тренируются с тобой, они тоже прогрессируют, и поэтому у тебя все еще не выходит их засабмитить, все еще не выходит пройти их гард, и всем кажется, что это какая-то компьютерная игра, что ты, типа, год потратил на эту игру, значит, у тебя левел должен капать, и ты должен становиться круче. Вот, и, к сожалению, в БЖЖ прогресс не так выглядит. У вас будет... Как... Блин, я просто коммунитарий, он вот как волна выглядит. Он то сверху, то внизу. У тебя то все выходит, то ты, боженька, просто сабмитишь всех, то тебя сабмитит. И вот эти сроки, периоды, они могут там быть от 10 минут до года. Как бы все очень... Главное кайфовать. То есть ты в любом случае будешь расти медленно, либо быстро, все по-разному растут. Ну да, дезморалку с этого не стоит там ловить и как-то ее в голове форсировать, эту дезморалку там, да, чтобы потом вообще перестанешь заниматься. Надо, да, действительно. Я на самом деле с этим сталкивался, и надо просто ходить. Я старался... Ну, был какой-то период, я помню, что вот где-то, наверное, на середине синего пояса, если так можно говорить, то есть я уже синий пояс, условно, год. Мне прям все надоело. И я тогда просто ходил, я старался ходить раз в неделю, наверное, просто чтобы это поддерживать в голове, да, потому что я понимал, что если совсем не ходить, я, возможно, забью, либо просто, ну, найду себе другое дело какое-то. Я ходил просто реально раз в неделю, ну, как мог, по настроению, но все-таки я себя заставлял. В какой-то момент это прошло, я снова поймал волну, и пошло дальше, снова начал тренироваться. Я ввел календарь. Когда я был в синей пояс, у меня был календарь, на котором я отмечал количество тренировок. Ты серьезно? Да. Сейчас такого нет. И в конце года вот эта хрень, она меня мотивировала. То есть, прикинь, тебе кажется, год прошел, ты же не помнишь каждую тренировку отдельно, да? Тебе кажется, я ходил. А у меня был календарик, на котором видно, сколько чертовых дней я потратил на чертов зал. И там довольно большая сумма была. Там что-то типа 175 тренировок было. И я такой, я красавчик. Молодец! Да, я молодец. Но сейчас мне уже не нужно, я уже на автомате хожу. Ты как на наркотик подсел, и ты не можешь с него слезть. Неделю похалявил, тебе кажется, что все, кайф. Я потом такой, блин, я давно не ломался, не ломал никого, надо ходить. Но базу надо уважать. Но базу надо уважать. И тренера, который вам пытается ее поставить, а вы нещадно прогуливаете, смотрите секретные техники на YouTube, у меня было три тренера. Три тренера? У меня был тренер Готовский и Потатушкин. Хотя правильнее будет сказать сначала Потатушкин, вот и в Лионе, если брать, потом Даут, потом Леня. И кто тебе ставил базу? Ну, я тогда уже пришел с базы от Лехи Милкова, более-менее. Я ходил в группы, я просто ходил в группы разные. То Леня ходил, потом ходил Потатушкин, потом Дауду ходил. Каждый из них там заложил какой-то определенный базис, который до сих пор на самом деле присутствует. Это круто. Есть еще прикольный загон, что если ты халявишь какое-то время, там условно неделю или две, ты потом лучше начинаешь бороться. Это работает из-за того, что ты прекращаешь пробовать всякую хрень, которую ты где-то увидел, где-то вспомнил, а начинаешь делать те вещи, которые в тебе заложены, которые ты делал годами, либо месяцами, либо днями на автомате. Свежая голова. Да, свежая голова. Ты реально, ты будешь вспоминать просто, ну, у тебя будет какая-то база, и ты будешь ей переть, и она будет работать. Пусть ты заряжен. Заряжен. Хочешь уничтожать, доказать, что я не зря прогуливал. Да, у тебя даже, ну, просто тебе наше тело отдохнуло, и оно готово в бой тебе. И мозги. Главное мозги. Да, у нас же мыслительный процесс, все-таки там больше задействован тоже. Поэтому. Базу надо уважать, короче. Я еще раз скажу. А что, а женщин надо уважать? Да. Многие ребята, я знаю, не очень котируют с женщинами бороться. Зря. Мне. Кто-то, начнем с того, что какой-то там процент, по религиозным соображениям, если мы берем, например, мусульманскую часть. Я даже помню недавно, у меня в группе есть ребята там, и пришла, Даша пришла. Даша пришла. Да. Даша, с тебя сотка. Вот. И Павел подошел и говорит, блин, а можно ты меня не будешь не ставить, я просто типа по исламу не хочу, короче. А я думал, не во вкус. Ну, я думаю, тоже в этом дело. Извини, Даша, я сотку можешь не давать. Меня просто напрягает, когда... Ну, на тренировке быть. Да, на тренировке быть. На моей. То мы в Инстаграме тебе будем писать. Мне кажется, просто многие ребята как-то считают, что это не женский спорт, не женское дело, не надо сюда лезть. Я иногда вижу, как они там не охоте ехать. Не знаю, мне нравится. Я часто делаю какие-то лайтовые спарринги, да, либо отрабатывая что-то определенное. Ну, то есть, ты же в любом случае вряд ли сможешь на тренировке отбороться всю борьбу, да? То есть у нас полтора часа схваток. Да. И чисто физически, но это нереально, да? Ну, ты по себе не судьи. О, да? Давай, в среду ты... Вы не знаете, какой сегодня день, но в среду мага будет бороться все схватки подряд и еще придешь, блядь, на разминку и отработаешь все техники. Потому что мага любит, короче, опаздывать на все и приходить, когда я уже уставший, и такой, о, мы с тобой первым будем бороться. И я такой, дядь, я устал. Можно я посижу? Потому что ты в чате BG Freaks очень неуважительно себя ведешь по отношению ко мне. Только к тебе? Ну, да. Зато, видишь, я тебя в гости зову. Ну, это круто. Это круто. Гости, это хорошо. У нас, к сожалению, нет чая и печенек или что там еще нужно в гостях давать. Это есть два стула. Есть два стула, да. На одном... На одном мага... Ну, дальше вы сами догадаетесь. Да, потому что Середа не за горами. Все на втором. А Миши Панкова все еще нет. Я его не буду хуже, можно набирать, можно позвонить, он будет нашим третьим лицом. Мне кажется, качество будет не очень. Хотя, когда он был здесь, тоже качество было. С нами не очень. Ты мне всю шутку испортил. Пусти. Давай еще раз. Давай еще раз. Так, значит, что мы говорили? Мы говорили о том, что если Миша набрать, если Миша набрать, будет плохое качество. Вот когда Миша был здесь, качество все равно было не очень. Фить, ха. Ну, понял. Типа буква Р, там. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Слабенько, да? Ну, вот он, кстати, тоже почти снес микрофон своими ручищами огромными. А интересно, это будет записи и слышно как... Мне кажется, да. Да, вот нам наш оператор, Вань, как называется твоя должность здесь? Он трясет головой, не знает. Вот человек, который сидит и слушает нашу хрень, хотя не занимается борьбой, он кивает головой, согласна, что, да, магой тебя будет слышно. А, ну, ладно. Все уплочено. Ну, короче, я к тому, что с девчонками прикольно бороться, потому что можно нарабатывать тайминги. Плюс ты всегда как бы регулируешь жесткость своей... Ну, ты сам, короче, регулируешь жесткость какую-то, да, как это будет проходить свадка ваша. Ну, вообще, обычно это обычно flow roll или как это happy rolling, да. Happy rolling. Мне очень нравится, что, ну, девчонки в силу своих физиологических особенностей, они не могут давить на тебя силой зачастую, да, прочих, вряд ли она может тебя раздавить силой и так далее. Им приходится реально основывать свою борьбу на технике. Да. Что нельзя сказать про многих ребят, да, даже каких-то опытных. Многие все равно как бы додавливают силой и скоростью. А девчонкам реально приходится действовать техникой. И под некоторыми ты когда страдаешь, ты понимаешь, что ты страдаешь, потому что технически она сейчас там преодолевает какие-то там твои косяки и делает все правильно, а не потому, что она больше тебя там на 30 килограмм. Это круто. Ты, если честно, на кого намекнул? Ну, на любого мужика, который больше меня на 30 килограмм. Например, в пример могу там, ну, Юлька-то можно взять в пример. Вот с ней тоже вот прикольно. Она гибкая еще. Она кувыркается. Она смотрела в интернете, как ты кувыркаешься, и так же хочет. Ну, с ней прикольно. То есть я реально, ну, запахиваюсь там иногда. Как будто не звучало странно. Ну, у нее очень мерзкий гард, и если она его научится правильно держать. Нет, она не научится, а если бы она ему научилась... Если бы она ходила на тренировки, все бы у нее выходило, да? Иди на тренировку, тварь. Вот. Это Даша или Юля была? Ну, нет, Даша, кстати, молодец. Она выложила в сторис, что что-то проснулась там рано утром, ей очень плохо, и написал... Ну, я не буду говорить полную фразу. Но вы можете в инстаграме... Она сразу говорит, я еду. А у Маги, чтобы вы понимали, утренние тренировки начинаются в... 7.30. 7.30, ребят. У меня будильник звенит в 7.50, а Мага уже спит... Преподает на татаме. Преподает на татаме. А ты спишь пока, разминка? Нет. Я спал. Я иногда после, типа, ложусь спать там часик-два покемарить. Прикольно. Ну, это сегодня, например, не получилось. Потому что я орал, что нужно приехать сюда. Да. И звонил, и нервничал, что Мага опоздает. Но Мага красавчик, прибыл вовремя. Мы попили кофе. А еще я ездил, короче, вот сейчас у меня вечерняя группа должна открыться. Вот. У Маги много всего будет, и у него будут и обучалки, и утренние группы, и вечерние. И вы это все узнаете когда-нибудь. Ну, с девчонками ролитесь, я советую не игнорировать, потому что... Ну, это реально прокачивает скилл. Даже если вам впадло, вы можете, к примеру, делать халявную схватку условно. Да, то есть вы наборолись, и лучше, чем сидеть 5 минут гнить и замерзать, вы лучше лайтово поролитесь, и какую-то технику отработаете, увидите или поправите. Я объясню, кстати, даже почему, потому что когда ты с девчонкой борешься, даже если... Особенно когда ты тяжелее ее, ты стремишься к аккуратно именно борьбе, чисто техника. Потому что ты понимаешь, ну, что ты ее раздавишь, там нельзя силу применить, нельзя как бы физически воздействовать на человека, он слабее тебя намного. То есть когда мы с тобой боролись, ты весил сотку, ты что-то так не думал. Ты же опоздал. Аргумент, аргумент, да. Я лично что-то сказал тебе, типа, нахорошее что-то. Нужно проучить молодого человека. На самом деле, я тогда тоже с большого перерыва пришел. Я что потом такой жирный пришел? Я думаю, ты всегда такой. Нет, я пришел с перерыва, там под 100 весел, короче. Я тогда, по-моему, поборолся, и все, я типа, я все, я домой. Я отдыхать. Я домой, я кушать. Блин, кайф. Мне пришлось тренироваться, наверное, если я опоздал на тренировку. Скорее всего, мне пришлось тренироваться. Всем насрать. Давай дальше. Давай дальше. Что у нас дальше? У нас есть огромный список, который висит для тем, его, к сожалению, нет. Это, знаешь, мой такой, типа, список тем, который можно обсудить на подкасте. Ну, там стоит парень с огромной книгой, и там пусто. Да, вот это. Это список просто сформирован из ваших предложений, которые вы написали куда-то, но не мне и не ВКонтакте. Бренда. Давайте бренд о шмотках поговорим. Давай о шмотках поговорим. Мне недавно спрашивали, где в Москве купить Рашгард Хайбуса, и я прям почувствовал, что такое экспертное мнение меня спрашивает. Серьезно? Да. Ну, типа, девочка не гуглала. Да, она прям в личку мне написала, где купить Рашгард Хайбуса. Ну, видимо, в подарок кому-то. То есть она не додумалась писать Хайбуса Москва? Я тоже не понял, почему она спросила это у меня в личке, а не в гугле. Но умом... Ну, серьезно, как можно было написать просто Хайбуса Москва купить? Я ей кину запись этого подкаста, она дослушает и, наверное, ответит на этот вопрос. Мне кажется, что Хайбуса можно вообще где-то купить. Да, поэтому надо заказывать из-за бургра редкие бренды, которые... Но сейчас дорого. Всегда дорого, брат. Все дорого. Буржа не самый дешевый спорт. Не, ну, в Москве покупать дороже, чем за границей. Да. Ну, кому-то в лом ждать, кому-то в лом заморачиваться. А сейчас вот еще 200 евро, как сделают порог, так все. Купишь себе одно кимоно, и все. И месяц больше ничего не покупаешь. Там большой процент? Чего? Большой процент? Там 20 процентов, по-моему, на оценку что-то такое. Было 15. Ну, это было. А хотя 20? Там вроде зависит от того, насколько больше ты приобретешь. То есть, чем больше ты превышаешь процент, ну, 200 евро или долларов, тем больше ты платишь. Я вот жду толстовку, которую мне уже месяц назад отправили, ее нет. Уже у JT, чтобы я красиво ходил, а не вот в какой-то no-name хрени, которая сейчас на мне. Надо было скрэмбл брать. У меня нет. Эта мага там хочет все контракт со скрэмблом. Да, что мечтаю. Я бы не отказался. Толстовки у них прикольные, мне нравятся. И кимоношки у них прикольные. Вот базовая есть, которую ты собираешь, где на нем ничего нету, и тебе еще, по-моему, нашивки присылают вместе с ним. Очень крутая идея, мне кажется. Я не уверен, что там нашивки сейчас у них есть вообще наличие, по-моему, нету их. Все скупил. Ну, я, по-моему, один из последних комплектов взял, они крутые реально были. Да, можно по российским брендам пройтись? Но они нам не платили, подожди, а вот будут платить, тогда вы можете. А у нас по российским брендам джитсу только, что ли? У нас еще кодекс есть. А кодекс это российский бренд? Ну, условно российский. Значит, условно. Ну, где его там шьют? Его просто толкает Леха. Ну, вот. А, Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Подожди, но они же из... Откуда они их шипят? Откуда шипят? Пакистан. А все из Пакистана. Ну, Китай, Пакистан, что еще? Ну, условно российский бренд. У нас еще есть Божжимания, который тоже нам не платит. А, у нас есть Божжимания, смотри. О, четыре бренда я сейчас... Так, джитсу, кодекс, божжимания. Джитсу, кодекс, божжимания. И четвертое, это то, что вот Шанс. А, этот, как, боже мой, называется он? Ингивитраст. Да, Ингивитраст. Мне нравится название. Еще Даггер. Даггер. Ну, Даггер, это оно брендированное под клуб, нет? Нет, не совсем, наверное, считается. Нет, по-моему. Нет? Нет клуба Даггер? Нет, это бренд. Вот Ингивитраст, мне кажется, очень крутой слоган. Прям вообще стильно, модно, молодежно. Наверное. У меня вообще, честно говоря, не один... Ну, единственное, Божжимания вот прикольная. Лен, с тебя соточка. Ну, нет, на самом деле нет. А если еще серьезнее, там, кодекс, мне нравится, например, вот черный, мне нравится. Да, у меня есть, офигенно. А еще мне порвались штаны из Амира, можно фамилию? Юлдажбаев. Вот, и мне новые дали. Это кайф. Вообще, по брендам, у меня самое древнее мое кимоно Монто 2.0. Оно, блин, года 14-го, наверное, я в нем дофига раз тренировался, и ему вообще насрать. Мне дорогий Коралл был. И оно живое, оно не терлось, ничего не рвалось, просто идеальное кимоно. Ну, наверное, у всех по-разному какие-то, может, партии бывают фиговые, может, хорошие бывают. Да, ну, Монто это проблема. У них бывают и рожгарды ультра-дерьмового качества просто. И ты ничего с этим не сделаешь. А вот так, ну, по российским брендам не знаю, мне пока дизайна вообще не заходит в основном. Я говорю, вот неплохой Дарт Вейдер. Вот кодекс черное отлично. Вот чисто бланковое черное кимоно – это стиль. Вот вы можете так делать, и вы не прогадаете. Это черный всегда в моде, он еще стройнит, и как бы все. Там вот Бежимания, кто там еще. Ну, Даггер там тоже неплохий, на самом деле, по дизайну. Я, если честно, не очень. А у ACB тоже что-то делали или делают? Я не знаю, я не изучал, честно говоря. Но есть еще какой-то бренд, я помню, Али еще в Инстаграме рекламировал, какой-то фиолетового цвета ги там был. Это тебе нравится, наверное, нибудь такое. Какое у тебя самое кимоно странного цвета? Странного? Ну, не бело-селее. Оливковое. Черное. А, или которое вообще было в целом? Ну да. Ну да, ну оливковое вот этот скрам был. У меня есть черно-серое, прикольное. Я всегда хотел такое вот джинсовое, подождите, джинсовое кимоно. Это же не цвет, это материал. Ну, цвет джинсы, да, он более такой. Ну да, так же джинсовое, но он крутой. В розовом бы кимоно тренировался? Видел, у Грейси Бара есть, по-моему. Ну да, я взял, почему нет? Стильно было бы. Вопрос пояса, понимаешь? Коричневый пояс прикольно смотрится на розовом кимоно, фиолетовый не очень. Я даже на самом деле искал его, я не нашел. Мне кажется, там просто его размера бы не было. Почему? Это женское типа? Да. Да нет, я видел на огромном типах. Я видел на огромном. Вообще прикольная идея была бы, какой-нибудь леопардовое кимоно. Есть этот чувак. Тигровое. На ютубе зомби-пруф, по-моему, да, который вот дико... Кент, сейчас Кент Блок, по-моему, или как-то. Блок, Кент, это сигареты какие-то. Это Кент Блок, это вообще гонщик такой. Подожди, сейчас, я тебе скажу, как его зовут. В общем, есть зомби-пруф у чувака, он постоянно каким-то коварным способом окрашивает свое кимоно. Кент Питерс. Так, и что он делает? Вот у него как раз то, что ты говоришь, у него всякие разные цветы, там он эти кимоно начал делать. Это зомби-пруф, это его имя типа, да? Нет, это канал. Ну, это погоняло его. Это как вот сегодня с именем Форд Дегри или как-то. Форд Дегри. Форд или как там, да. Да. Ну, в общем, стильное кимоно. Ну, кастомные игишки получаются. Да, прикольно. Я хотел серое сюда, вот полностью серое кимоно. Я знаю, у Грибс такие есть, но они что-то там стоят дорого, они там искусственно состарены, что-то такое. И сколько стоят? Типа двадцатку, что-то такое. Дорого? Ну, это типа здесь они столько стоят. Да. А так они типа за границей дешево. Ну, камон, они там будут пятнадцать стоить. Ну, типа все равно дорого. То есть ты считаешь, что пятнашка типа дорого? Пятнашка дорого за вещь, которая будет стираться после каждой тренировки, которая будет тянуться, мокнуть, пачкаться кровью, выделениями и так далее. Но как бы кимоно нужен для тренировок. Конечно, прикольно иметь какое-то хайповое редкого цвета, но это не значит, что оно должно быть дорогущее. Согласен. Потому что, блин, оно у тебя порвется, и все, что ты с ним сделаешь? Надо быть аккуратен. Будь аккуратен. Би лайк ватер. Я знаю, что можно сделать. Ты покупаешь модное кимоно, ты всем говоришь би лайк ватер, и ролишь только с женщинами. Все, идеально. Ну, на самом деле, вот смотри, вот ситуация у меня была с джинсовым кимоно в ангард. У меня, короче, боролся с Пашей Захаровым. Он меня порвал лапел. Блин, брат как... Мне кажется, брат не будет слушать наш подкаст. Но, возможно, мы ему кинем в личку. Ну, суть не в этом, суть в том, что, короче, я отправил фото вот этого треснутого лапела производителю. Я сказал, ребят, что это вообще за прикол? Первая тренировка, первый раз надел, да? Ну, не первая, там, ну, вторая, третья тренировка, короче, в этом стреле. И, короче, такая тема. Они такие, no problem, сэр, прислали новую куртку. Кайф, красавцы. Вот это, вид, крутой. Это реально крутой стиль, потому что, по факту, они... По деньгам это для них не слишком затратно, а вот такое пиар, это просто бесценно. Ну, это просто отношение клиентов. Да, это реально, это очень круто. То есть, ну, там... Я не знаю, как остальные с этим. Хотя ты мне сказал, что... Ну, вот кодекс мне меняли. Да, ну, Амир просто сильный подонок. Вкрутился каким-то коварным способом, большим пальцем разорвал мне штанишки. Блин, сейчас это очень странно звучало. Ну, это все... Вкрутился, разорвал. Да, ты Матрикс видел, как он вкручивается? Ты просто улетел, там столько сил и энергии. Хотел бы смотреть, как у тебя разрывается. Что это за описание было? Это же Амир, он всех разрывает. Но ноги не умеет защищать. Молодой еще. Молодой, глупый. Мага научит. Неумелый. Неопытный. Да, поэтому ему нужно ходить куда? Правильно, в 7.30 к Магомеду Матьеву, клуб Груша. Потом мы будем рады его видеть. Но он, по-моему, не проснется в это время. Да, мне кажется, да. Не очень на него похож. Очень тяжело в это, конечно. В 6 утра. Мне кажется, любой нормальный человек не проснется в такое время, чтобы пойти на тренировку, потом поехать в офис, работать еще. Ну, и знаешь, я в этом плане начал... Ну, мне говорят, я приеду тебе обязательно. А по-моему, они не приезжают. На самом деле, я много не думаю, что злюсь, не злюсь. Вообще не злюсь, я понимаю. Я помню, в свое время тоже хотел ездить на утренней тренировке к Али Магомедову. Я просто стремился. Я два раза был. И к Дауду еще, и к Дауду на утренней. Я реально стремился. Я реально говорил, пацаны, я прям очень желаю, горю желанием. Но я просыпал. Я ничего не мог с этим заделать, короче. Я подумал, ну, я же именно зимой. О, темное время суток, спать. Смотри, я могу сейчас в подкасте пообещать приехать тебе на утреннюю тренировку, а потом фотку с утренней тренировки поставить на превью подкаста. Э? Стильно, модно, молодежно будет. То есть, возможно, люди это сейчас слушают, а там уже такая картинка висит, а я не знаю об этом. Где ты спишь? Что я сплю и никуда не поеду. Да, да. Потому что мне... Ну так, сейчас крестил пальцы. Потому что в 7.30, значит, тренировка заканчивается во сколько? В 10? О, нет. В 9. А в 10 мне нужно... 9, а потом начинается вторая. А потом мне нужно быть уже в офисе, вонючем, уставшим и с больными ногами. Блин, сейчас зима, короче. Я тебе хочу сказать, что, типа, джиу-джитс и грэпплинг — это удобно. Я вот сейчас в компрессионках сижу. Я в носочках. Вот. Раши, и он в лосинке. На моем, конечно, можем побороться, но никто не заценит. То есть, как такой, типа, Супермен. Типа, всегда... Всегда готов. Всегда, типа. Если вы предъявите маге на улицу, он просто скинет все шмотки, и он уже в леопарду в лосинке. Нет, или типа, мага, погнали, поролимся. Поехали. Да, мага выезжает на роллинг за вас. Выезжает на стрелке за вас. Пятихаточка. И он в другом конце маска. Выезжает на паса-пару за вас. Неплохо. Иногда прям хочется, чтобы такой человек был. Потому что в падлу иногда бывает. Вот. Так что... Готовьте деньги. Маг бреет. Порешает вопрос. Пятки летят. Мага смешает. Можно рашгардами еще. Можно рашгардами, но только скрэмбл. Ну, слушай, мне вот скрэмбл нравится. А еще мне вот прикольный, нравится, короче, бренд прикольный. Very hard to submit. Тоже прикольненький. Ну, я так посмотрел, да. Но какие-то не кимоно у них не прикольные. Мне не понравилось. Слушай, ну они прикольно продвигают бренд. Они, да, пиарятся, они красиво. Реально круто. Да. Стрельно модно молодежно. Кинемо у нас записан подкаст. Они нам пришлют кимоно. Ну и вангард, конечно же. Опять же. Ну они все прикольные. Мне нравится, как сейчас люди подходят как бы с самого подачи, вот с самого бренда. Ну это же важно. Как ты продашь? У тебя то же самое, что у всех остальных, просто другой значок приклеен, по сути. Все это делается в Пакистане. Ну вот, например, GJTR, вот ты сказал, например, они вообще в жопе сейчас. Да, в LA. И месяц отправляют мне мою ценную толстовку. Да я даже не в этом плане, то есть, ну, например, смотри, как еще определить, ну, бренд на Ром или нет, да, там, это когда ее фидбэк. Так. Когда он какой-то быстрый у них идет. Да, они отвечают отвратительно просто. Ну вот, например, вот есть парень, он прикольные ролики делает, Яков. Ну, просто Каха. Яков. Каха. Можно Каха просто. Можно просто Каха. Я знаю, да, мы знакомы. Вот. И он сделал для них прикольный ролик, я считаю. Да, очень стильно. Ну, там, Толя Абрамов, там, они сняли его. Короче, прикольно, реально, действительно, прикольно, там, заморочились. Пригласили самого красивого джитсера России. Там снег, не снег, там, сексуально, ну, круче, реально круто, короче. А они написали, о, спасибо. Да, репостик там хотя бы. Они даже репост не сделали. Ну, да, не круто. И на сообщения они отвечают, типа, раз в неделю. Ну, это вообще, ну... Да, не круто. Ну, может, какой-то сайт проекта, они не хотят на этом деньги делать. Глупцы. Глупцы. Деньги надо делать на всем. Ну, все, как бы, отвечают, там, например, те же... Ну, Vanguard всегда отвечает, ну, и всегда, там, на связи, там. Scramble тоже, там, на связи. The Very Hard to Submit. Ну, даже тупо спросить по размерам. Ну, да, это важно. А тут я услышал вот это, честно говоря, он прям обиден даже был. Там еще ролик такой крутой. Я смотрю, конечно, я такой первый раз увидел, смотрю, блин, наверное, там просмотров просто целая куча. Блин, смотрю, что-то там вообще просто, там, ну, смех и грех, короче. Я думаю, ну, вообще пипец. И захожу на страницу к этим уродам, а у них даже твои ролика нет. Ребята из ЖУЖТР, если вы нас слушаете, исправляйтесь. Учите русский, исправляйте вашу маркетинговую стратегию. Ну, абсолютно неправильно. Классные видосики надо репостить. Не, ну, это крутой ролик был. Не спорю. Вот. Кахи, респект. Да, конкретно. А ЖУЖТР дизреспект? Ну, да, да, да. Хотя пояса у них прикольные, вот у ЖУЖТР. У меня есть. Они прикольные. Да, они тактильно прикольные какие-то, они как-то странно. Мне кажется, они, знаешь, вообще бывает, например, я брал, по-моему, у меня пояс был, вот синий или пурпурный пояс. Вот, я сейчас не вспомнил фирму, по-моему, это скрэмбл был. Но, короче, такой, типа, не очень был, потому что он постоянно развязывался. Ну, он был такой плотный какой-то, он не мог нормально завязаться. То есть, когда тряпичный пояс, он легко завязывается, все, и во время борьбы он не развяжется. Вот как ЖУЖТР, например, мне кажется. Он такой тряпичный. Он довольно толстый при этом. Но при этом толстый, да. Но он нормально держится. Да, и он не развяжется у тебя там, да. И как-то, не знаю, к чему это я все это говорил? К тому, что я не знаю. Лол. Ну, потому что вы нам не прислали ссорные темы, в смысле, интересные темы. По-моему, мы очень сегодня интересно обсудили. Ну, потому что... Точнее, не обсудили, а обсуждаем. Обсуждаем. Потому что интересные люди всегда интересны. Даже когда я им не присылаю темы, хотя могли бы. Я считаю, что не нужно. Не нужно? Зачем? Нужен экспромт. Ну, импровизация, это же интересно. А как же заготовочки? Ну, знаешь, когда мы будем с тобой сидеть на диванах. Да, вот, чтобы вы понимали. Там будет кофемашина и ноутбук. Мы сидим на деревянных стульях, и я вот в ванне показываю, что у нас должен быть диван, а он показывает мне, что нужны деньги ему, и ему вообще насрать на мое мнение. Вот когда вот это все будет, и что, знаешь, ноутбук, типа, для прямой связи, знаешь, как на радио. Да, и там будет, конечно же, значок яблока. И там обязательно будут люди в прямом эфире сидеть и слушать это все. Да, вот это будет стильно. Это прикольно будет. Да. А сейчас, ну, я считаю, надо, типа, завлекать. Ну, тогда на следующей неделе вот с прямым эфиром сделаем, а пока так, да? Ну, а я только не знаю, как ты хочешь сделать прямой эфир. Ну, как будет эфир, и он будет прямой. Я думал, они так делаются. Будет стоять камера, и будет анонс. Ну, вообще можно, почему? Будет супергость. Я не знаю, кто это будет. Я считаю, что нужно не супергость, а супергостей. Супергостей? Да. Толпа прям такая. Ну, я, бывает, Бухарина позвал. Почему? Бухарин Николай, это как старец фура. Все знает, все расскажет? Ну, да, он же владелец ММА блога был. Подожди, гости должны быть тайные, поэтому мы их не можем анонсить, чтобы все ждали такие, боже мой, кто придет на эту хрень. Это какой-нибудь отчаявшийся такой же чувак. Ну, на Бухарина я бы даже прямой эфир послушал. Вот. Мне кажется, у него там очень много крутых перлов. Перлы это важно? Ну, там, чтобы ты у нас склад. Давай, перлы, твоя любимая БЖЖ-история про тебя и БЖЖ. Блин, ну я сейчас даже не вспомню. Ты орал, тут импровизация, бла-бла-бла. Я истории не могу вспомнить. Вывози. Истории не могу вспомнить. Я, правда, пытаюсь сейчас сам что-то вспомнить, и ничего не лезет в голову. Какие были истории прикольные? С БЖЖ постоянно прикольные. Это же главное, что тусовка. Всем насрать на тренировке. Все приходят поговорить, порассказывать что-то, увидеть друзей. В этом прикол. Поэтому так и можешь ходить 10 лет. Там, не знаю, пиздилки были какие-нибудь? С БЖЖ? Да. Для меня нет. Я вот с начала БЖЖ, мне кажется, я вначале очень хотел подраться. Прям очень. Потому что ты начинаешь заниматься каким-то единоборством, и тебе кажется, что ты сейчас вывезешь, разрулишь, решишь. Я могу только, не знаю, истории. Я могу и ставить просто как становилось там, типа, БЖЖ, вот эта комьюнити, все. Ты у исток вставил Магомед Матиев. Ну, не сказал, что у истоков, как вторая волна. А первая какая была? Ну, первая, это там Готовский Леонид тут же, например. А кто был во второй волне, кроме тебя? Во второй волне. Ну, я сейчас могу назвать там, сейчас скажу тебе, Коля Малахов. Ну, я и знакомых ребят, с кем я, типа, был. Я тогда, получается, третья волна, если я в 13-м году где-то начал. Ну, Даут Адаев тоже первая волна, значит. Ну, это да, но все черные пояса, условно. Нынешние, да. Ну, не все. Адик Гусейнов, конечно же. Не все, но старенькие черные пояса. Там, вот ребяток, с которыми сейчас тоже... Ну, на самом... Там еще кто у нас? Ой, так сейчас... Знаешь, на самом деле много ребят, и ты сейчас начинаешь вспоминать? Ну, я назвал, например, основные. Там Адик Гусейнов, там, Саня Коновалов. Мне очень нравятся фотографии, когда, знаешь, стоят пацаны, у них белые пояса, и потом фотографии, где вот те же пацаны, у них синие пояса, то же самое, пурпуры, брауны, черные. Это, мне кажется, стиль. Это вот Squad Golds такие. Я надеюсь, что у меня когда-нибудь... Не было белого пояса. Ну, то, что ты грэмплингом занимался. Грэмплингом. Ты, типа, когда название узнал, наверное, уже ролил как синий, как это все называется. Ну, типа, на уровне, наверное, синего. Ну, я без захватов. Ну, уровень же растет с каждым годом. Да, то есть, реально, ребята, кто сейчас синие пояса, ну, сильные компетиторы, они бы изи сабмитили, мне кажется, черных поясов там в каком-нибудь 2006 году, потому что уровни повышаются, тактики какие-то другие появляются, что ничего не происходило, какие-то новые техники и так далее. Ты заправь какой-нибудь вормгард чуваку, который был черным поясом в 2005 году, он вообще просто офигеет, что происходит, как это работает. А сейчас все уже привыкают, все там скидывают, проходят коварно и так далее. Ну, знаешь, ну, сейчас, например, вышла обучалочка Андрея Гальвауа. Их много выходит? Нет, он сегодня вышел. У него сайт. У тебя сайт проплатен? Так старая база должна разрушать нововеяние в джиу-джитсу. Что-то такая тематика у него. Ой, я не смотрел еще, как так. А я слежу за анонсами всегда. А это на ютюбе было или на сайте? Это BG Fanatics. BG Fanatics. А, это отдельно у него типа семинары и так далее? Нет, это обучалка, типа старая школа под современную джиу-джитсу. Ну, это фри или нет? Нет, конечно. Это платный на сайте. Я тебя понял. Ну, в премиум. Я понял. Ну, все зависит от Алексея Владимировича. Алексей Владимирович, услышите нас. Он, кстати, у него неплохие, на самом деле, у Гальвау неплохие реально обучалки. Я смотрел, да, то, что выкладывают. Мне нравится, потому что там они адекватные и они с деталями. Ну, то есть... Ну, они долгие. Да. И запись мне нравится, такая качественная всегда там. И зал красивый. Да, да. Ну, то есть вообще вообще никаких там... Все, не докопаться. Ну, и до Гальвау, блин. Как бы, кто бы что ни говорил, это Гальвау. Чувак там в свое время как бы, ну, много шума наделал. Да и сейчас. Да и сейчас. Гордон же его называл, что он один из биг-боссов. Типа, БЖЖ вообще... Ну... Что он добился всего, и он себе может позволить сейчас что хочет делать. Хотя, помните, да, EDC Барселона, когда известнейшая фотография, именно самая известная фотография, связанная с грэпплингом, где и Стима делает треугольник обратный Гальвау. Мне кажется, самое известное, это где Павло Попович и второй чувак. Грего Грейси. Да, где они на торсе. И все такие нереальные качки. А они весят на тот момент 69. 77. 77. Ну, короче... Это, кстати, та фотка... Но это черно-белая. Это фотошоп. Это фотошоп. Не, она же черно-белая вроде. Да, но это фейк. Ну, типа, они сухие перед соревнованием и, типа, краской, ну, подрезаны там, типа... Ну, я говорю, а вот эта фотография, которая гуляла, это фотошопная фотография была. Там у них там гурдаки такие там огромные, но это фигня. Я видел оригинальное фото, там, ну, ничего такого прям супер особенного. Я думаю, ты скажешь, я там был в тот момент. Я фоткал, да? Я фоткал. А потом я видел фотографию Грегора Грейси спустя полгода или год, короче, когда он дрался по ММА. Он там вообще, типа, ну, видно, что он... Не такой. Не такой, видно, что курсик ушел уже. На спад пошел. То есть уже эта форма у него ушла. Ну, то есть ребята были на жестких... А Гальвау такая выглядит, как будто форма не уходила. А Гальвау... Не, на самом деле сейчас он еще круче выглядит, чем раньше. Он сейчас вообще какая-то Горилла. Блин, я не видел. Надо в Барселону съездить. А он в Барселоне преподает? Или там Братова? Нет, он в Сан-Диего вроде, да? Он в Сассасай. В Сассасай? В США, да. Все в США. Вот у него, кстати, прикольно... Вот мне нравится его обучалка. Хотя я вот... Я недавно начал смотреть, я как раз смотрел там по фьюсти-фьюти-гарду. И у него прикольные там штучки были, действительно. То есть, хотя мне казалось, что он вообще там такие вещи там... Не исполняет, но видно, что все-таки разносторонне. Ну, это, конечно... Ты же не обязан делать все, что ты показываешь. Ты должен это знать и понимать в каком-то ключе. Ты не сможешь все равно все знать и все показывать. Да, он с Филипп на него вообще там в стойке боролись. Подонки. Я ожидал большего. Я ожидал возни на земле. Да, я тоже ожидал возни на земле. Но почему-то, не знаю, сейчас какой-то новый тренд пошел. На стойку? И тебе как логлокеру... Она должна нравиться, тебе же удобнее ноги атаковать, когда люди стоят. Да, нет, я не говорю, что у меня какой-то... Наоборот, хорошо, на самом деле, что у нас идет... Потому что, ну, у нас спорт все-таки на стадии эволюции находится. Нет конечного продукта. Да? Ну, это прикольно. Это же стильно, модно, молодежно. То есть, была сейчас база, потом были гибкие пацаны. Там с всякими этими матриксами, шматриксами и так далее. Сейчас логлоки. Теперь стойка. Мне кажется, наоборот, гибкие пацаны это сейчас, а логлоки были. Нет? Не, ну, может быть. Но все равно это как бы, ну, сказать, что это было так, и сейчас нет. Все равно все имеет, продолжает свое развитие. Параллельно идут. Тоже, кстати, это самое было Бола, сейчас появился матрикс, еще какая-то там штука появится нереальная. Даже не знаю, какое название может быть. Но ты можешь запатентовать его сейчас. Сейчас логлоки, сейчас стойка будет. Мага свип. Потом будет какие-то обиженные со стойкой. А если будет стойка, возможно, это будет все красочно, и, возможно, даже нас будут считать за вид спорта. Ну, слушай, ну да, наверное, да. Почему-то еще люди считают, что это типа стойки. Ну, наверное, да. Ну, хотя, если они просто толкаются, слушай, если они просто толковней занимаются, ну, это вообще тоже, ну, это не стойка, это просто толкотня на ногах. Это и мы можем, да? Да, это вообще любой может. Нет, не можем. Нам быстро объясняют. То есть там нету такого типа скрэмблинга в стойке? Да, нет, немножко нету. Вот когда это будет, я думаю, что, ну, лет через 5-10. Круто смотреть схватки, где ребят сначала в стройке, в стройке, в стойке фигачатся. На стройке. На стройке фигачатся в стойке. Потом в партере. Типа не просто кинул, засушил, а когда ребята реально борются вот эти все 10 минут. Ну, вот пример я могу привести, наверное, вот, например, схватка Гарри Тонна с Ренат Канута. Это многие было, да? Да, это было 10. Я почти не смотрю про... Это была одна из самых крутых схваток. Этого года? Да. Я знаю, какая самая крутая схватка, но я не скажу, у нас будет отдельный выпуск, потому что по этому поводу. Наверное, у каждого... Серьезно? Отдельный выпуск про самые крутые схватки на 10? А, нет, про 10 нет, 10... А, в этом году типа? В году. Ну, для меня. Отечественная? Отечественная я тоже... Нет, я какие-то видел, но я не про отечественную думаю. Вот если меня попросит какой-то чувак, кореш, либо новенький показать, типа, судьбы ЖЖ, я вот эту схватку покажу. Какую? Это Лангакер против этого... Йога Фор Би Джи Джей. Как этого чувака зовут? А Кристиан... Что-то такое. Это просто бомбезная схватка. Очень круто. Где? Это, возможно, это Полярис старый или Капа Подио, что-то такое. А они на Полярисе боролись даже. А может, это Капа Подио. Я в названиях, к сожалению, не... Это какой-то... А может, какой-нибудь Five Star Zone, или я не помню, какой это турнир. Это точно... Ну, старая схватка. Это начало года. Это, наверное, март, мне кажется, или что-то. И что, это она конкурентная была? Она очень крутая. Там стиль просто... Да и последние схватки Лангакера тоже очень крутые. У нее все схватки крутые. И Эспен. А Лангакер крут. Вот это реально крутой джи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи и выиграл адвентажем. Да-да-да, а там вот реально ребята пашут. И здесь ты видишь и понимаешь, что, типа, вот чтобы такой джу-джу-джу-цей исполнять, надо очень много пахать. Кстати, ребята, скорее всего, учились по интернету уже дофига. И Лангакер, и Эспан. По-моему, они сами разрабатывают технику. Ну, камон, ты не можешь с нуля разработать технику. Ну, не что я. Но Эспан, кого он смотрел? Лангакер. Ну, не знаю. Слушай, но они же из каких-то маленьких деревень где-то там в Норвегии, и у них не было там никаких топов black belt'ов. Они по-любому в интернете все смотрели. Тот же Тарик. Да, но они же там все в одном... Да, ну что, что они смотрели? Что смотрел Тарик, чтобы придумать Тарик оплату? Ну, что-то они смотрели. Можно написать в Инстик, они довольно общительные ребята, спрашивают, спросить. Да, что-то, кстати, тоже круто. Да, это круто, когда ты пишешь... Круто, когда звезды БЖЖ сидят там на Реддите. Ты можешь, не знаю, зайти на Реддит, написать, что Вармгард не работает, и через 10 минут туда зайдет Кино напишет. Кино Чарневев зайдет и начнется. Да, и скажет, что ты, типа, блин, чертов пурпур из России, иди самбо выступай. Это круто. Когда ребята настолько активные, что могут себе позволить в интернете доказать, что они... Но это в их же интересах. Сейчас это... Да, это пиар как бренда. Это напрямую зависит. Да. Но как бы... Как бы, да, не поспоришь. Красавцы. Мы так же делаем, смотри. Если мне написать в личку, я спокойно могу написать, что твое БЖЖ говно, или, наоборот, крутое. Какой ты смелый. Ну, видишь, я две опции выбрал специально, чтобы не пришлось потом извиняться на камеру. Не, ну, короче, это круто, реально. Потому что раньше я помню, там, наши звездные болезни ловят, там. Хотя, честно, я не знаю. Ну, сейчас такое точно. Все встречают, общаются. Но у них, понимаешь, еще один момент. Стиль нужно выдерживать. Вот Гордон тебе в личке, я думаю, не ответит. А если я пришлю фотографию постера о какой-нибудь Кубани-Опене, и там будет его табло, тогда он заинтересуется. Если вопрос касается денег, вы даже до Гордона. Видите, можно выйти с любым на контакт, главное иметь... Я помню, писал Лаклану. Что написал? Я у него спрашивал про Кэмп. Что сказал? Но он мне ответил быстро. Красавчик. Прикольно. Я что-то писал Ангакеру, но я не помню, что. Он еще так, знаешь, официально ответил, сэр мага. Сэр мага? Звучит, как будто ты рыцарь. Ну, что-то такое. Мистер... Или мистер, или сэр мага. Я еще только думаю, камон, чувак, зачем так, типа... Ну... Фрациозно. Мы его так учили с незнакомыми людьми на вы. Ну, прикольный. Да, красавчик. Он очень круто рассказывает. У него есть YouTube-канал, мне кажется, недооцененный. Очень крутой. Где у него есть разбор техник и в гео-замуги. Он нереально крутой. Просто очень... И, кстати, лучшая обучалка, которую я когда-либо видел, это Лахлан и антология Халфгарда. Ты еще посмотрел? Нет, я посмотрел диско 3. Вот. Я не фанат Халфгарда. Это как бы не то, чтобы... То, что я хочу делать по жизни. Но там столько деталей, столько крутых объяснений, зачем ты это делаешь. Потому что многие не рассказывают... Ну, не объясняют свои действия. То есть они ставят свою руку, но они тебе не говорят, зачем он это делает. И ты просто имитируешь. А когда тебе объясняют, ты намного лучше воспринимаешь информацию. Мне нравится в этом плане, как он объясняет, как выйти из стак позишн. То есть когда тебя, например, в Халфгарде, то есть снизу тебя, например... Раскатали на спину. Раскатали на спину. Как восстановить? Да, там у него очень все много крутого, очень красавчик. Там, я помню, прокачал ты Хилл Хук гейм, там, честно, на его обучалку. Это я не смотрел. Я когда-нибудь посмотрю. Ну, реально, там очень много. И бодилок пасс у него там сейчас тоже. Да, это тоже очень стильно. Короче, красавчик. Много красавчиков. Сейчас вот смотрю там Халфгард, Леглоки, вот эти 50 на 50 гард. Это вообще просто... Ну, честно скажу, это реально взрыв мозга для меня был. Там же у Крейга тоже что-то есть по Z-Guard. У Крейга тоже круто. Ну, они реально крутые ребята. Хайпуют. Когда будет первая российская такая вот штука, как ты думаешь? И от кого? А что это? Что именно такая штука? DVD. Которого продается. Ну, что-то такое. Такой формат, что ты покупаешь не семинар, а вот реально много часов записанного видео. Я думаю, что сейчас в сайте выгоднее продавать семинары. Мы и про выгоду сейчас говорим. А вот именно вот формат, что DVD, либо YouTube какой-то доступ к каким-то техникам. Первый из Рашки когда будет? Ну, не знаю. Но мы типа хотим такой сделать. Сайт. Ну, это сайт. Ну, сайт. А зачем YouTube-то? Нет, я именно про... Вот он звезда, и вот он презентуется. Мне кажется, лет через 10. Вот знаешь, сейчас пацаны, которые вот оранжевые пояса и так далее, я их, наверное, никого не знаю по именам. Слушай, все очень просто. Когда кто-нибудь зажмет там по коричневым, черным поясам Европа на трех сабом, все уже... Подал там. Ну, не адвентажами, блин. Да, это начнется продаваться, монетизироваться. Ну, почему? Тебе сразу видит тот же BG-фанатик, скажет, давай запишем с тобой, очень прикольно. Причем много раз это нужно сделать, еще стильного. Нет, почему? Я тебе могу даже сказать, что они периодически выкладывают опрос, если вы хотите обучалку снять, посоветуйте человека, напишите его регалии. Прикольно. Я там билу такой пост, и там типа, может быть, рассмотрим его, и запишем с ним обучалку. Или, например, триала. Смотри, я тоже могу так. Ребята, если вы хотите послушать чей-то голос на подкасте, напишите его регалии, чем он интересен, и что у него можно спросить, и мы с ним... И картавит он или нет. Да, и еще главное, чтобы он в Москве жил, ребят. Ну, или готов был сюда приехать, не за мои деньги, и мы организуем. Хотя, с другой стороны, если он в Туле, я думаю, Тулу я осилю. Я могу пригласить человека из Тулы. А сам бы поехал? Я был в Туле. Раз в год, наверное, бывает. Ты что, не поедешь туда? Раз в год, к сожалению, бывает. Поэтому... Ну, я думаю, что это все к этому идет. Просто вопрос в том, что кто покупать это? Да. Ну, понимаешь, опять же, ты говоришь, типа, я не про выгоду. А про что? Это, ну... А зачем человеку заморачиваться, сделать диск, если он не видит в этом выгоды? Вопрос цены, наверное, и насколько он это будет продавать. Если у него будут стильные видосы от Кахи, я думаю, это продастся. Ну, да, здесь еще вопрос. Но это, опять же, команда нужна. Команда там маркетологов, чтобы они там... Ну, поэтому я говорю, что это лет через 10 вот наш оранжевый поиск, который сейчас... Ну, я не думаю, что 10. Слишком это... Давай поспорим. Мы сейчас с тобой поспорим, пожмем руки. Кто спорит, тут говна не стоит. Ну, ты что-то... Прикинь, стильно будет. Вот мы через 10 лет вспомним этот разговор. Ты черный поиск, я уже коричневый. Ты уже умер. Я уже умер. Вот. И мы проверим, кто из нас был прав. Я думаю, что быстрее, или годика через 2-3. Годика 2-3. Давай, мы... Конечно. Мы с тобой поспорим все равно на что-нибудь. Мы потом решим ее поносим. Либо Артур Осипов, либо Мусага Залапов запишут. Запомните эти слова и потом сможете сказать, что первыми это узнали. Всем спасибо за ваше время, за наши усилия. Мы что, уже все, заканчиваем? Мне кажется, да. Я уже подустал. Ты не подустал? Ну да, надо кофейку выпить. Кофейку? Нет, хватит. Поздная ночь. Ребята, чтобы вы понимали, за окном вьюга, поздняя ночь, неизвестный день недели, вокруг красивые женщины. Ваня, успех. Тренируйтесь, все будет так же у вас. Пис. Ну, типа, спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел. Буду рад тебя увидеть в среду. Я из-за тебя пропустил тренировку сегодня. Я тоже. Нет, ты в науги не борешься. Я хожу иногда на науги. Я даже вел один раз в понедельник, понимаешь, когда все отказались. Ну ты, если чем, можешь меня еще раз позвать? Я подумал. Я не знаю, что с тобой еще обсудили. Мы с тобой все обсудили. Все узнали. Все узнали о магии. Пишите реально. Ну реально, мы даже все темы обсудили. Не знаю, что ты еще обсудили. Все хорошо. Что вообще можно обсудить? Что вообще можно сделать? А, какие турниры прикольные, вот промоушены? Промоушены. Ребят стараются. У нас, мне кажется, на какое-то время пропали бензоколонки. Мы попрощались, брат. А, ладно. У нас пропали на какое-то время бензоколонки. Ну типа все начали что-то ходить на всякие IBGF, OIGF и так далее. И пропали мелкие турниры. А сейчас снова это зарождается. И там конкуренты, ну весьма конкурентоспособные. Ну потому что, я тебе объясню, почему все погнали сначала за названием федерации. О, IBGF пришел в Россию. А потом поняли, что смысл такой же. А потом отдали по 10-12 кесов, а у тебя в сетке 1-2 человека, короче, там, и типа нахер там. У нас на мелких турнирах, ну как мелких, небольших турнирах, вон черный поясоборец. Да. С тремя страйпами из Бразилии, как бы. Да, да. Камон, ребят. Да, да, да. Так где такое-то? Это уровень, я считаю. Ну это развитием, почему нет? Да, это хорошо. Мне кажется, лет 5 назад, о таком даже подумать никто не мог, что вообще черный пояс приедет и будет выступать. Был бы круто? Да. Стиль. А сейчас, ну, без заколонки какой-то непонятно, там можно смотреть черного пояса. Это круто. Получить от него ничего? Аттестацию. Аттестацию. Он может продать. Да, кстати, я тоже считаю, что он странный. Если бы он был нормальным Бразилом, он бы давно продал аттестаты на страйпы или на что там их продают. Сертификаты, извините, с его подписью. Ну, я в общем к тому, что первоначально люди поперлись за именем, да, там типа вот федерация пришла, а потом они увидели, что в принципе ничего особенного-то в этом нет. Есть обычные турниры, там те же Триалы, БЖ Фрикс. Ну, главный понт любого турнира, это то, что... Кстати, у них неплохие правила, на самом деле. Чем дороже турнир, тем качественнее там судьи, тайминг и локация. Ну, слушай, давай не будем, пожалуйста. А судейство обиджеф, давайте сейчас поговорим, да, об дырявном судействе. Это очень много спорных решений, подслуживаний там. Поэтому надо выиграть с Абмишиным, как мы уже решили. Да. Тогда не будет вот этих спорных моментов. Абсолютно базаржок. Базаржок. Давай мы все-таки попрощаемся, я устал. Слушать твой мерзкий голос, он, конечно, не такой мерзкий, как у Миши. 19 минут эфирного времени еще. 19 минут эфирного времени у нас еще. Но мы были рады вам что-то рассказать, надеюсь, вам было интересно. Пис. Всем пока. Абсолютно.